Эфир. Добрый вечер, дорогие друзья. Я надеюсь, вы уже все в сборе. Ну, мы-то уже точно в сборе. Катя тебе говорит, Катя, выходи. Совершенно верно, дорогие друзья. У нас сегодня изменения в программе. Очень спонтанно. Мы уже собирались со спикером выходить на тренировочную связь, как его вызвали в командировку. Очень все загадочно, но я думаю, что у нас будет еще вариант приобщиться к теме кинезиологического тестирования и применения коронотерапии. Но сегодня у нас с вами чудесным совершенно образом есть вариант приобщиться к опыту. К опыту многих людей, которые осмелились, которые имели дерзновение применить аромотерапию. Но я не могу сказать, что прямо в ежедневной практике. Скорее сейчас будет речь идти о том, что они дерзнули применить арому, тогда, когда уже большинство из них отчаялось в том, чтобы что-то сдвинулось в их основном симптоме. То есть они имели некоторые хронические симптомы и, собственно говоря, мало что двигалось. Если что-то и двигалось, то в негативную сторону. Естественно, они уже, ну, я не могу сказать, что они не надеялись на извлечение, но, в общем, как-то себя поддерживали в более-меншей форме, но они надеялись на то, что это сильно сдвинется в положительную сторону и уж тем более не восстановится. Тут они каким-либо образом, обычно это, так сказать, где-то как-то что-то услышало. Знаете, как это говорится? Я услышал, я даже не помню, что я услышал, но оно взяло и во мне и встало, включилось. Я пошел и сделал. Я пошел и сделал, и, о чудо, оно помогло. Вы даже увидите по характеру презентации, которые Катя вам покажет, а сегодня нам представляет все это, все эти чудеса будет Катерина Стоцкая, организатор этого всего марафона. Вот. Ну и то же самое. Это человек, который большой роль сыграл в организации конференции, продолжает играть эту роль. А вот, так что вы все с ней сможете познакомиться на конференции очно, а заочно сегодня. Ну так вот, короче говоря, по характеру презентации вы увидите, что даже то, как был задокументирован случай, люди, собственно говоря, не ожидали таких эффектов. То есть мы, как правило, не имеем фотографии до. Вот. Конечно же, здесь мы поместили случай, которые наиболее впечатляющие, опустив случаи, которые кажутся, ну, такими более обыденными, более, ну, такими для нас, как ароматерапевтов, в общем-то, но такие, ну, совсем тривиальные. Хотя на самом деле это очень нетривиально. Знаете ли, когда бронхит проходит на второй день, или пневмония прикорневая, или тем более нижнедолевая правосторонняя, которая очень трудно поддается лечению, особенно у маленьких детей, которые разрешаются на третьи сутки, это, конечно, очень впечатляющие результаты. Вот. Но сегодня, может быть, Катя расскажет еще о таких ситуациях, но основное наше внимание будет как раз посвящено хроническим заболеваниям. Итак, ничего ли я не забыла, но если что-то я забыла, то я вам это все прокомментирую потом. Вот. Итак, я предоставляю слово Екатерине Стоцкой. Смотрите внимательно, не пропустите чудо. Вот. Вопросы пишите, но сначала попробуйте внять тому, что произошло, и подумайте сами, как так могло случиться, что вот именно эта композиция эфирных масел, что именно вот этот метод применения, кстати говоря, у вас есть шанс познакомиться с некоторыми такими неожиданными методами применения эфирных масел, о которых вы не знали до сих пор, как это все могло сработать так, что вот сработало именно так. Так, Катя, я тебе делаю главный, а себя убираю из главных. Ты главная теперь. Ничего. Включай микрофон, не забудь. Нормально? Да, все хорошо, мы слышим. Так, что, меня слышно, но не видно или видно? Видно и слышно. Отлично. Добрый вечер. Спасибо, что пришли. Я что-нибудь вам сегодня порассказываю, но сначала я пару слов о себе. Значит, я в анамнезе, вообще биолог, Саша и коллега, и орнитолог, занималась поведением птичек, но в последние 20 лет я занимаюсь всякой натуропоясией. Надо сказать, что эфирными маслами я тоже занималась, уже 20 лет назад. Но, к сожалению, мне никто не рассказал, что с ними надо делать. И кроме как дорогие духи, я их не воспринимала. Ну, что-нибудь понюхать, ну, немножечко намазать, там какую-нибудь водичку налить и так далее. Вот. И только знакомство с Александрой Кожевниковой наконец меня пробудило. Это как в анекдоте. Любите ли вы кошек? Вот вы их просто не умеете готовить. И она меня научила их готовить. Ну, и не только она, довольно много людей на чьих плечах мы стоим, и в том числе та компания, к которой мы присоединились. И я с удивлением узнала, например, что оказывается. Эфирные масла совершенно необязательно только нюхать. Их можно совать во все дырки нашего тела. И лучше всего вообще втирать в ноги. Как говорят эти блаженные, дышат стопами. И вот как раз засовывание всего в ноги является самым замечательным способом. Вот. И занимаюсь я этим всего-навсего годик. Но поскольку я ужасная зануда, я заставила своих коллег дважды разродиться историями на общее благо. Мы собрали один сборничек, где 432 истории, и другой сборничек, где их 289. Итого их больше 700 штук. И сегодня самые сливки с этого дела я вам расскажу. Вот если можно, теперь сообщите мне. Кто-нибудь меня слышит? Вообще слышно тебя хорошо, Катя. поясни, втирание в ноги или втирание в стопы? Стопы, стопы. В подошве. Пожалуйста, будь внимательна. В которых вы стоите. Хотя втирать можно, честно говоря, куда угодно. Можно втирать в кобык. Катя, будь осторожна. В стопы это особое значение имеет. В стопы лучше всего. Если у нас останется время, я покажу вам двухминутный ролик про стопы. Да, нам надо, даже если не останется время, надо его обязательно показать. Можешь с него начать. Все, тебя слышно хорошо. Хорошо, народ отозвался. Все тебя рады видеть. Говорят, что ты красавица, умница. В общем, я, как обычно, с этого начинаю. Так долго не живу. Да, все. Дальше продолжаем. Значит, сейчас я от вас исчезну и буду показывать вам кино. Картиночки. Сделай мне, пожалуйста, картинку. Ну, это такая трогательная картинка, потому что лаванда – это наше все. И, собственно, вся ароматерапия началась с лаванды. Хотя, как говорят в той компании, которой я принадлежу, если вы не знаете, что купить и чем пользоваться, берите ладан. То есть вообще сейчас лидером аромапрактики является масло ладана, что, собственно говоря, неудивительно, потому что все религии мира тоже имеют с ним дело. И даже в русском языке куча пословиц а-ля там дышат на ладан или боятся, как черт ладана. Ну вот. Тут меня, правда, переставили слайдер в другом направлении, и ладно, я буду рассказывать в том, в котором есть. Значит, я прочла где-то в интернете, в каком-то инстаграме, что можно дышать глазами. И неосторожно рассказала это на каком-то семинаре. И народ это услышал. И женщина, про которую, наверное, будет следующий слайд, сейчас я проверю, следующий он или нет. Да, вот это. Как раз решила воспользоваться. рецептом дышанием глаз, потому что у нее глаукома была уже 9 лет. У нее, собственно, была и катаракта, но с катарактой справились, ставив ей искусственный хрусталик. А с глаукомой как ничего не получалось. То есть давление у нее было даже не безумно большое, а где-то на верхнем пределе нормы. И будь она здорова, все было бы ничего. Но поскольку она была человеком не очень здоровым, ей приходилось для этого употреблять кучу лекарств. Лекарства эти вызывали у нее аллергические реакции, онемение стоп, отеки, нарушение сердечно-сосудистой деятельности и так далее. В общем, плохо совместимые с жизнью. И она мучилась, подбирая себе то один, то другой медицинский препарат и остановилась на двух самых безвредных, то есть не безвредных, а маловредных, люмиганий и битоптики. Вот. Но, тем не менее, все это было очень неприятно. И вот она стала дышать глазами. Что такое дышать глазами, я вам потом покажу. Сейчас не буду отключаться, чтобы не вылететь. Значит, дышать глазами, это когда вы берете, капаете на ладошку какой-нибудь маслица, потом растираете второй ладошкой одну в другую, до тепла. И потом нагреваете лодочкой, домиком, как хотите, свои глаза и нос. Обычно вам, конечно, нужно просто дышать. Называется это сухая ингаляция. Но если речь идет о каких-то заболеваниях, связанных со зрением, то нужно мужественно открыть глаза и начать ими моргать. И через слизистую оболочку глазного яблока эфирные масла начнут проникать прямо в этот орган и, собственно говоря, дальше. Куда-нибудь попадать. И вот это, в кавычках, дышание глазами оказалось очень-очень перспективным. И вот у этой самой Лены, которая была первооткрывателем, достаточно скоро давление стало падать и снизилось сначала до 14-15 миллиметров, а потом до 12-13 миллиметров тут у столба. И занималась она этим примерно полгода, с декабря до мая месяца. Ты имеешь в виду внутриглазное давление? Глазное давление, да. Что для ее больных глаз было большой победой. Потом она присоединила еще другое масло, это был уже не ладан, а был бессмертный. Вот. И ей удалось уйти от одной из этих вредоносных капель лекарств. Я, к сожалению, не успела ей сегодня дозвониться и узнать, избавилась ли она от лекарств вовсе, но, в общем, она на этом пути стояла. И в следующий раз, ну, по крайней мере, на школе я уже точно буду знать, какое количество капель она сейчас принимает. И у нее давление держится на замечательной планочке в 12-13 миллиметров. Вот. Значит, сейчас я попробую вернуться к слайду предыдущему. У нее была подружка, которая была старше ее. И у нее гаукома была такая, скажем, нетравматическая. У той-то было отслоение сетчатки, ей не делали неудачную операцию, поэтому она поимела себе и гауком, и катаракту, и так далее. А тут у женщины была другая трогательная история. Она не могла забеременеть, ей сделали эко, экстракорпоральное оплодотворение, и ничего не вышло. То есть ребеночек не завелся. У него была чудовищная депрессия, почему-то сопровождающаяся также нарушением пищеварения. И вот в 45 лет она страдала этой самой гаукомой. При этом, так же, как и Лена, она плохо переносила все лекарственные средства. Три года назад все-таки она решилась и сделала операцию на одном из глаз, но она оказалась неудачной. Поэтому второй свой глаз она тщательно берегла. И вот, узнав, что у Лены все неплохо, она тоже начала пить эфирное масло ладонный бессмертник. Да, я не сказала, что Лена вначале эфирное масло не только дышало им, но и пила под язык. Одну капельку два раза в день. Ну вот, и это по ее стопам стал тоже пить каплю ладонный бессмертника под язык, дышать глазами, но никакого толку от этого не было. И давление все равно держалось на довольно высокой планочке, 20 миллиметров. И тут они вспомнили, что ее глаукома имела такой психопатический характер. И поэтому они добавили в ее меню смесь, которая называется утешение. А также стали принимать смесь пищеварительную. У них довольно сложный состав. Вот у первой там ладон, пачули, ланг-и-ланг, ладон, никамирис, сандалрозы, асмантуц. А у пищеварительной ну такие знаменитые вещи, как имбирь, мятый, эстрагон, фенхель, смин, кориандр, анис. И почему-то вот в сочетании все с теми же ладоном и бессмертником у нее просто в считанные дни и настроение улучшилось, и пищеварение нормализовалось, а через две недели давление с этих 20 миллиметров упало до 15. Что тоже неплохой результат, особенно учитывая ее возраст. Значит, но у нас народ занимается вот таким перекрестным опылением, он что-нибудь читает или слышит и начинает тут же повторять. И вот уже в моей команде муж одной моей дистрибьюторши, нашей дистрибьюторши, тоже, оказывается, страдал глоукомой. И даже ему уже сделали операцию хирургическую, неудачную. Давление держалось, несмотря ни на что, на всякие таблетки в районе 24 миллиметров, и он готовился к новой операции. Точнее, первая операция была лазерной, а как раз готовился он к хирургической. Но поскольку это люди-иммигранты из Туркменистана и не обладали большим количеством лишних денег, то они встали в очередь на такой дешевый вариантик. И очередь пришлось ждать целый год, потому что сначала там у врача был отпуск, потом у него был больничный, потом еще что-то там не складывалось. Вот. А они неоднократно приезжали в Москву, сдавали эти анализы дорогие и так далее, и трепетали, как же они будут его бедного оперировать. Больше ни о чем они думать не могли. Ну вот они как раз услышали в мае месяце про эту историю с Леной и Ладаном и подумали, но в конце концов не такие же большие деньги. Да, за 15 миллилитров 5000 рублей в общем-то эти анализы стоят дороже. И он стал хапать под язык Ладан и дышать глазами. Да, вот тут написано с марта, это наверное ошибка. Узнали они об этом только в мае месяце. Вот. И уже через месяц в июне давление опустилось до границы нормы. А они еще ни о чем не подозревали. Собирались делать операцию. Приехали в Москву и врачи не поверили своим глазам и заставили его три дня еще лежать и сдавать анализы. Анализы все равно классные. Поэтому его не стали резать, а сделали ту же самую лазерную тробекулопластику глаза. Кстати, после этого добавили еще бессмертник. Вот. И с тех пор это самое давление держится в пределах нормы 17 миллиметров. Время от времени он продолжает пить ладан или дышать ладаном. И в общем очень довольны. Они сэкономили довольно большие деньги, не делали в общем такой серьезной хирургической операции, которая еще неизвестно как могла кончиться. Вот. и абсолютно счастливы. Там у них будет еще одна история дальше про другую проблему этой же синенькой. Вот. Значит, тут у меня подобрана вообще целая серия глазная. Это юная девушка из Израиля поехала погулять в Америку. И вдруг на каком-то там на какой-то вечеринке то ли там кто-то распилил какой-то газ, то ли еще что-то. То есть то ли была химическая атака, то ли ее не было. В общем, совершенно неожиданно у девушки стали распухать глаза. Появились даже такие как прыщи пузыри на белках глаз. Она испугалась до полусмерти. Вот. Ну, после Израиля там все время какие-то диверсии. Но у нее с собой был наборчик, в который входила мята перечная и лаванда. И она стала, как мы уже полюбили, дышать этой самой мятой перечной хлопая глазами и пить воду, просто капая мяту в стаканчик с водой. Уже через час она не вспоминала об этом самом приключении. Теперь тоже, что касается зрения, еще один вариант. Муж нашей партнерши, он, собственно говоря, пил цитрусовые, поскольку наслушался лекции Александра Кожевниковой, где та очень рекомендовала это делать для очищения печени. Ну, возраст уже такой за 50, и пора подумать о вечности. В общем, он просто чистился. Сначала он неделю пил лимон, потом неделю апельсин, потом неделю лайм, потом неделю грейпфрут, добавляя это то в йогурт, это в какие-то кашки, это там в мед с чаем. И вдруг через неделю, наблюдая за телевизором, он вдруг обнаружил, что у него зрение стало таким четким, каким не было никогда на его памяти. Вот, то есть, это я неоднократно буду повторять, что большинство результатов мы вообще получаем как бонус совершенно другой терапии. Мы на них не рассчитывали, мы их не просили, но они сваливаются нам на голову. Счастье. Вот. Вот эта история, правда, тут уже человек абсолютно сознательно решил полечиться. Но задача, за которого он взялся, точнее, это она, была совершенно нетривиальная. То есть, тетенька тоже примерно его возраста. Вот. 37 лет назад, когда ей было 20 лет, и она работала портнихой, и шила она изделия из кожи. И почему-то эти швейные машинки были такими длинными, что они, иголки, все время ломались. И трижды эти иголки попадали ей в глаз и хирурги и извлекали их при помощи своих каких-то инструментов. Ну и у нее образовалась травматическая катаракта. Как вы видите на первой снимочке, половина глаза и половина зрачка у нее таким шрамом закрыты. Но она наслушалась рассказов про ладан. А ладан бывает не только как масло, бывает еще разведенный в роллере с кокосовым маслом. И она этим роллером аккуратненько стала мазать все веки. Сначала она мазала, втирала, а потом прыскала водичкой. И даже часть этого ладана попадала ей на слиз, это было неприятно, но она мужественно терпела. И почему-то у нее стал выходить из глаза гной. И через некоторое время, как вы видите, за какое-то невероятно крошечное время, через неделю она заметила улучшение. А еще через неделю как вы видите уже только одна треть глаза, если не одна четверть закрыта этим непрозрачным образованием. То есть она продолжает, то есть это сентябрьская фотография, бороться за свое зрение, я надеюсь у нее все получится. Честно говоря, меня лично поражает, как 37-летний шрам на глазе может быть обратимым. Вот. Затем целая серия историй, связанных с сосудами. У меня был такой знакомый почетенного возраста, к сожалению, он уже нас покинул. Он действительно встретился уже с нами, когда он чем-то болел, он говорил, что вот о чем бы он жалел из юности и что бы мечтал вернуть, это сосуды. Потому что там зубы вставляют, хрусталеки вставляют, суставы делают, какие-то ортокоронарные шунтирование делают, там от рака лечат, еще что-то. А вот заменить сосуды, улучшить сосуды, это задача абсолютно неразрешима. Ну вот. А у нас народ такой экспериментальный, друг друга оплодотворяет, придумывает какие-то идеи. И вот целая серия истории, она связана с сосудами. Я сначала расскажу первую из них, вот эту. Женщина получила результат бонусом. У нее вообще были проблемы с пищеварением, и она пила довольно много масел, имеющие отношение к восстановлению нормального пищеварения. У нее все очень хорошо получилось. Но параллельно она получила несколько бонусов. Один из бонусов был, что у нее был сустав поврежденный травмированный, который не сгибался, она не могла на палец надеть кольцо. И вдруг через полгода она обнаружила, что она может надеть кольцо на палец, что этот травмированный сустав уменьшился вдвое по толщине. Как вы понимаете, это просто улучшился обмен веществ. Та же самая микросиркуляция и ткани там сами восстановились волшебным образом. И вот она вдруг заметила, что оказывается, у нее ноги все были в таких куперозных сеточках, что их стало как-то поменьше. И она вот лихорадочной на излете стала фотографировать то, что от этих сеточек оставало. И вот между этими фотографиями интервалы по две недели. То есть она даже толком не знала, от чего это все происходит, потому что она пила много-много всего. И это собственно правильно. Как говорили раньше в Гербалайсе, делайте хоть что-нибудь. Если вы будете пользоваться эфирными маслами, то ваш организм будет давать вам такие сюрпризы и бонусы. Но поскольку у нас есть еще одна такая смесь под названием Баланс замечательная, в которую входит ель, сосна, голубая ромашка, голубая пижма, вот. И вот этой аромосмесью она тоже стала смазывать конкретно те места, которые ее не очень устраивали. И эта сеточка просто быстренько вовсе исчезла. И почему-то в остальных местах проявления куперозы тоже сильно уменьшились. То есть она не может похвастаться, что вся ее кожа стала абсолютно идеальной, но возраст тоже уже под 60. То есть глубоко пенсионный. Вот. Но тем не менее даже в таком возрасте обмен веществ все-таки улучшается довольно сильно. вот. Значит, тогда сейчас я вернусь к предыдущей. Вот. Вот. Тут на вид ноги более молодые, хотя на самом деле эти ноги тоже 58 лет. И эту историю нам написала женщина, которая сказала, что она у всех своих подруг вылечила звездочки и вены на ногах. Ну, я так понимаю, что всех было там 3-5. Вот. То есть я точную статистику не знаю, может быть, даже 7. И делала она следующее. Там у кого было кокосовое фракционированное масло, а у кого там какое-нибудь кумилутное, например, они на ложечку, то есть 30 миллилитров капали по 3 капли масла чайного дерева, масла лаванды, масла грейпфрута. И после душа втирали не только в ноги, которые их там чем-то не устраивали, но наносили вообще на все тело. И через месяц вот видно на картиночке вот эти не очень сильные, это вообще нельзя перикозом, скорее куперозом. Вот эти самые сосудики, слава Богу, спрятались вглубь и перестали своим неаппетитным видом раздражать. То есть это просто единственный случай, когда человек опомнился и сфотографировал. В остальных случаях люди получают результаты, только потом понимают, что о, надо было бы задокументировать. Но видимо, они даже никак не рассчитывают на то, что их действительно за что-то наградят. Им просто нравится как пахнет лаванда, грейпфрут и чайное дерево и мазаться этим после душа. Вот. И тут еще без картинок две истории. Одна, когда уже человек пользовался другим средством, и не балансом, и не грейпфрутом. Они, вот это всемирно известное масло кипариса, которое, собственно, позиционируется как ангиопротектор. Вот. Брали пропорцию 75 миллилитров базового масла и 25 капель масла кипариса. Через месяц у тетеньки венозная сеточка на медрах исчезла, а также у нее прям вот вся верность стопы от стопы до щикалки тоже была вот такая раскрашенная в синие цвета. Там тоже сильно эти сосуды ушли, ну или, по крайней мере, из темно-синих стали светло-веломы. Вот. Потом она стала экспериментировать и мазаться уже не кипарисом, а мятой, лимоном сорга. Эти самые венки превратились в констерной линии и местами спрятались. Это совсем другие люди, не те, про которые я рассказывала вначале. И еще одна дама, она экспериментировала с маслом кипариса и ветивера. Она взяла 240 мл крема, но крем, правда, тоже качественный, хороший, специальный. Вот. Добавляла туда по 10 капель кипариса и 10 ветивера. И наносила она по всему телу, потому что, как мы знаем, арома проникает в весь наш организм независимо от того, в каком месте мы его туда запечиваем. Вот. Она пишет, что у нее состояние кожи улучшилось на всем теле. Вот. Теперь тоже сосудистый заболеватель называется геморрой. Значит, первый случай это про женщину, которая родила 4 детей. и после последнего у нее геморрой обострился так, что пришлось все-таки делать операцию. Вот. Но понятно, что геморрой никуда не делся. Только один улья ее ударили. Вот. И у нас есть такое средство называется коррект Икс. Вот здесь есть его состав. Это ладан, бессмертный, чайное дерево, кедра, лаванда. И вот все три случая связаны, нет, два случая, связаны именно с корректом, который наносится прямо вот на анус, в местах эти самые узлы. И вот тут женщина 35 лет, а тут 20-летняя спортсменка. И после использования одного тюбика, тюбик всего 15 мл. Проблема решается. Ну, я не могу сказать, что у них никогда больше тело не вылезает, потому что это, ну, такие свежие истории. Мы не имеем, ну, такой длинного наблюдения. Но, тем не менее, люди счастливы. А другая тетя использовала кипарис. И то же самое ей очень понравилось. Но в качестве масла использовала кокос. Теперь мы переходим к случаям, которые ну, самые очевидные. Это все, что связано с кожей. Потому что что у вас там перестала болеть голова или не перестала, никто не знает. вот ушло у вас что-то снаружи или нет, это могут увидеть окружающие. Этого дяденька я знаю больше 20 лет. И вот у него не так давно, ну, там, пару лет назад стал расти вот самая капеллома. Он пошел в институт красоты, потому что она его стала доставать. И записался на прием. Его стали пугать, что вы знаете, это около глаза, мы вам не гарантируем сохранное зрение. и вот все-таки рядом с мозгом, и вот довольно долго ждать. И ждать надо было две недели. А он решил попробовать средство, которое называется очищающая смесь из деклер. Туда входит черный твин, камфор, чайное дерево, ливизей, эвкалипти, герань. Вообще-то она предназначена для борьбы с этими угрями, угревой сыпью. Но нас народ творческий, и он решил использовать это, попробовать, чем черт не шутит, от этой своей папилломы. И уже на третий день он заметил, что она стала подсыхать, и даже кусочки от нее стали отваливаться. И вот эти интервалы между этими снимками, а он сделал до начала лечения, поскольку такой мужчина творческий. Вот, через десять дней вы видите, там папилломка осталась, но уже совсем незначительная. Ну, а еще через четыре дня она исчезла вовсе. И я его не так давно видела, то есть после этой истории прошло больше года, и этот ерунда не возвращается. Мы раскрубили об этой истории всем вокруг, и народ скупил все запасы этой смеси, и тоже стал мазать все, что у них лишнее растет на теле. Вот это просто такая бородавочка на ладони. Правда, в отличие от него, там на третий день ничего не получилось, и на десятый, а женщина мазала два месяца. Но, тем не менее, результат тоже тут вот видна пока динамика, и бородавка у нее исчезла. Вот тот же самый мужчина, у которого была проблема с Голуковой, с этой самой операцией, ладерной, да, у него была родинка на шее. То же самое, они испохватились и стали фотографировать, когда она уже почти вся исчезла. И вот наверху там видно, что она уже там разного цвета. А родинка у него росла, и не исключено, что это была, может быть, ну, то есть я не буду говорить, доброкачественную не доброкачественную опухоль, но вела она себя как-то не очень корректно. И в поликлинике естественно предложили ее прижечь и удалить. Вот. Он мазал два месяца все той же самой волшебной смесью этиклиру. Вот. И она стала делиться на части, распадаться, и через четыре месяца никаких следов от родинки не осталось. Это вот эта самая женщина, у которой палец выпрямился и сеточка на ногах ушла. Вот. Заодно она вдруг обнаружила, что на ребрах родинка у нее стремительно уменьшается. И тоже она ее успела на излете отснять, а на следующий день она вообще отвалилась. Вот. Но в данном случае использовалась совершенно другая вещь. Использовалась масло орегано. Вот выяснилось, что с орегано можно не ждать никаких двух недель. Обычно все происходит вообще за 3-5-7 дней. Другое дело, что орегано довольно горячее масло, жесткое масло. Поэтому, когда мы работаем с орегано, обязательно нужно как-то охранять, спасать неповрежденные участки кожи. И, например, некоторые смазывают их тоже фракционированным кокосовым маслом. А вот это история с мужчиной, которому 62 года, у которого было 117 или 119 он насчитал или жена насчитала, не знаю кто, по пилу, по всему телу. Раньше у него было 3-4-5. А после 50 лет они стали размножаться, появляться все больше и больше. Естественно, это его деморализовало. Собственно говоря, развесистые папилломы под мышками, под грудью, на шее, на веках, они очень неприятно выглядят и очень травмируют психологически своих обладателей. Собственно говоря, вроде бы, результата ерундовой, а народ когда слышит, он думает, ой, я тоже хочу. Вообще-то это понятно, что это вирусное заболевание, но может быть это индикатор не очень хороших процессов, связанных с новообразованием, происходящим в организме. Но наносили опять-таки то же самое орегано, просто конкретно при помощи зубочисток на каждую из этих родинок, пилом, или как их там назвать. Вот. И смазывали окружающую кожу, чтобы не жгло, кокосовым маслом. Значит, первоначально ему предложили лазером это все выжигать. И сказали, что за каждый элемент надо будет заплатить 450 рублей. И насчитали им в итоге 50 тысяч. Видимо, такие деньги были для семьи неподъемные. И вот они согласились на альтернативное лечение, стоимость которого обошлась в 2700 рублей. И тоже все были очень счастливы. Вот. И сейчас я расскажу историю уже не про новообразование и не про эти самоочищающие смеси, а по поводу использования ладаной лаванды. Дело в том, что тоже уже почти полтора года назад Род ездил в Прагу и видел там рассказ про женщину, которая ошпарилась очень сильно. У нее было почти 70% поражение кожи лица. Ну, такой очень объемный ожог. И там использовали масло лаванды и ладана для заживления. Наносили просто в неразбавленном виде на поверхность лица. Но Саша, к сожалению, удалила эту картинку, но мы ее неоднократно публиковали. То есть на 10-й день у женщины была кожа, напоминающая кожу младенца. То есть на 3-й еще она все-таки была как инвалид, а вот уже на 6-й, 7-й она смотрелась вполне товарно. А на 10-й даже никто не мог догадаться, что у нее было такое полное поражение всего лица. Ну вот народ наслушался, увидел, и сказал, ну надо попробовать. Вот одна врач из Ярославля, у которой пожилой папа, 87 лет, и который уже 30 лет страдает это варикозным расширением вен, которые регулярно обострялись в виде трофических яз, вот, она решила тоже его полечить лавангом и лавангой. Правда, еще взяли розмарин. То есть они дождались как раз, ну не дождались, а видимо так совпало, что они решили экспериментировать, что болезнь сильно обострилась. То есть от кончиков пальцев до колен, я вам покажу картинку, как это выглядело, все было покрыто язвами, из ран постоянно сочилась лимфа, ноги были сильно отечные, и этот самый пожилой человек даже не мог спать на кровати, он спал сидя на стуле, чтобы вся эта лимфа стекала на пол, а не в кровать. Вот, и она начала наносить ему ладу, лаванду и розмарин. То есть она смешала их в разных пропорциях, а уже то, что получилось, смешивалась с кокосовым маслом, кокосового масла было вдвое больше, чем ладу, лаванду и розмарин. И смешное количество масла было израсходовано на такую серьезную болезнь, по три четверти флакончика каждого масла и всего лишь там две столовые ложки кокосового масла. Вот, и уже через месяц раны полностью очистились от гной, а наносила всего-навсего один раз в день. То есть вот не пять-семь раз, как это делал наш знакомый с бородавками на глазу, а всего один раз в день. Вот, и именно в это время и были сделаны через месяц первые фото, которые я вам сейчас покажу. То есть это не то, что было до начала болезни, а когда уже целый месяц лечения прошел. Вот, значит, вот так выглядели через месяц лечения его нога, а это через еще один месяц. в принципе сейчас и вот вторая картиночка примерно такая же. Я ее просила прислать, как выглядит оно сейчас, и она сказала, что, ну, примерно так же, как на второй фотографии, потому что человеку все-таки 87 лет, все-таки у него там 35 или 7 лет, сколько там, 30, да, было это заболевание, и, конечно, вот этот красный, я не знаю, как красняк, синяк, и некоторая сухая кожа, да, но у него нету больше отеков, у него нету ран, у него ничего не сочится, у него ноги чистые, он спит в своей кровати, ходит по улицам, и... Катя, говори громче, не понижай голос на одну фразу. Вот. Еще одна история тоже с конечностями и с кожными заболеваниями. Речь идет об экземе. В данном случае экзема там обострялась, исчезала, но на протяжении трех лет вот она была довольно сильная. И мужчина пользовался, как полагается, гормональными мазями. В тот момент, пока он мазал, все было хорошо. Когда он прекращал наносить мазь, все опять обострялось. Вот. И он использовал масло Миры на кремовой основе. Правда, кремовая основа тоже была ничего себе. Там куча всего было, в том числе масло авокадо, сладкого миндаля, оливы, ну, оливковое масло, жожоба и эфирные масла апельсина, дугласия и ладана. Вот. И очень стремительно через три дня произошло улучшение. Вот посмотрите на картинку. как выглядела как выглядела рука в начале, как через три дня и как она выглядит через год. То есть, у него не было никаких рецидивов, что само по себе тоже очень приятно, потому что до этого он три года мучился. Вот. Значит, женщины из Израиля с детства страдают сезонной аллергии. Каждый раз весной, там, в марте-апреле, когда у них начинают свистеть хвойные, она опухала, там, ну, в общем, она просто не могла выходить из дома. Ей было очень плохо. У нее слезились глаза, текло из носа, глаза почти не видели. И она принимала антигистаминные препараты, от которых у нее были всякие неприятные побочные ощущения. Вот. И тоже, когда у нее наступил очередной приступ в этом году весной, у нее с собой был уже флакончик с дыхательной смесью, в который входит лавр, эвкалипт, мятоперечное, чайное дерево, лимон, равенцаро и кардамон. У нее приступ кончился за несколько минут, в которой она сидела там в автобусе и дышала из флакончика. При том, что обычно она мучилась вот столько времени, сколько эти растения цвели. и вот всю эту весну она обошлась без аллергических реакций. Ну, ладно, это было там у ребеночка 18-летнего или там у 40-летней женщины, все-таки женщине глубоко за 60. Вот. это брат моей знакомой, у которого каким-то он чудом ухитрился трижды заболеть раком. Сначала у него была лимфома, ему удаляли лимфоузлы, затем у него был рак почки, ему удалили одну почку, и этой весной у него начал с рак кожи, тоже была хирургическая операция. Ну, я так понимаю, что это меланома, да? И в августе он должен был проходить курс химиотерапии. То же самое, поскольку в мае была операция, и в мае мы узнали про то, какой чудесный ладан, он стал пить масло ладана. Вот. И когда он приехал сдаваться врачам на эту самую химиотерапию, врачи сказали, что, пожалуй, она ему не нужна, давайте-ка мы подождем. И отправили его отдыхать. И он поехал рыбачить на Волгу. И это было в сентябре, нет, в августе, и до сих пор так его и не химичат. То есть, я не говорю, что его вылечили от рака, конечно, он сделал операцию и так далее, но процесс затормозил счастье. Значит, у этой же самой женщины, помимо брата, еще есть подруга, у которой, значит, мейломное заболевание, кроме это заболевание костного мозга, красного. Ей назначили, как полагается, шесть курсов химиотерапии. Два курса она прошла, после чего она сказала, что больше она никуда не пойдет, у нее нет сил, она не может. и она стала пить три разных смеси и эфирное масло ладана. Одна смесь, она такая детоксикационная и онкопротекторная, туда входит ладан, дикий апельсин, лимонграсс, тимьян, чабрец, гвоздика и науклик. Значит, смесь для пищеварения это имбирь, мята, эстрагон, фенхель, мин, кориандр и анис и смесь для дыхания лавры, эвкалипт, мята, перечная, чайное дерево, лимон, равенцаро и кардамон. Почему моя подруга... Четче, четче и громче, потому что поднижаешь тембр, ну как бы громкость поднижает концепт. Это все написано, я фактически повторяю. Понятно, но у нас есть люди, которые не могут видеть глазами. Я постараюсь. Только ушами, поэтому, пожалуйста, говори четче. Да. Почему ей подруга назначила такое количество сразу вместе, вот как бы три смеси и еще, ладно, я не знаю, но с другой стороны в 65 лет кому повредит смесь для пищеварения, для дыхания и онкопротекторная. Как бы все уже, всем пора думать о вечности. Вот. А также, кстати, он пил БАДы, комплекс витаминов, минералов, ненасыщенных жирных кислот, антиоксидантов. Вот. После этого, там, правда, был какой-то момент, когда она что-то на это забила, и ей сразу стало опять очень плохо. И после этого, она эту мою вену тоже стала слушаться, что она велит, все она употребляла. И она прошла уже пять курсов химиотерапии, которые ей назначили. Соя у нее сильно упал, и остальные показатели крови, не знаю какие, но врачи говорят, что очень хорошие. Опять-таки, мы не претендуем на то, что мы лечим онкологию, но мы помогаем хотя бы сделать ту химиотерапию, которую им назначили. Вот. Вот эта история, она импортная, американская, поэтому детали я не знаю. Знаю, что этой женщине 36 лет и уже 12 лет она была, так сказать, парализована, по крайней мере, прикована к кровати. И даже, как я понимаю, с судном и сама она в туалет не ходила. То есть она была такой классической лежачей больной. И вот ее родственники выдушили. стали ей делать два раза в неделю, всего два раза в неделю. Не каждый день по пять раз, не каждый день, а всего два раза в неделю. Массаж с маслом ладана и с такой обезболивающей смесью, куда входит гаулетерия или грушанка, камфора, мята перечная, ланг-и-ланг, бессмертник, голубая пижма, голубая ромашка и османдус. Она еще занималась в бассейне. ей сконструировали такую серьезную ходильную установку. И вот через три месяца она стала ходить с ходунками, как ходят наши пенсионеры. К сожалению, я не знаю ее дальнейшую судьбу, но даже это, в общем-то, неплохо. Превратиться из такого лежачего овоща в человека, который хотя бы может дойти в столовую сам. Это тоже результат чужой. Это результат не моей команды, ну, то есть не наших знакомых, а американский. Там у одного из докторов был ребеночек с аутизмом. И он, правда, учился в школе общеобразовательной, но у него были проблемы общения со сверстниками и с родителями. И вот ему стали давать ладан пить под язык. И он стал, наконец, разговаривать и общаться с людьми. Для тех, кто понимает, для аутистов это просто выйти в другое измерение. Вот. И это сильно меняет качество жизни всей семьи. Еще одна история была с ребеночком, которому было всего два годика. Просто тут нарисован такой гипотетик, понятно, что там пять или шесть лет. А речь шла, в общем-то, почти о младенцах. И у него было до 15 приступов таких эпилептоидных, я не знаю, как их правильно классифицировать. И родители, которые просто уже с ним прощались, от него врачи отказались, а соседка оказалась такой напористой, стали давать ему чудовищные дозировки. Вообще-то говоря, никто таких дозировок никому никогда не советовал. Но они почему-то это сделали. И они за сутки выкапывали ему под язык этого ладана 10 капель. Ребенок корчился, ему не нравилось, но тем не менее уже в первый же день вот эти 15 приступов в день снизились очень сильно. И к третьему дню их было не 15, а 3 штуки в день, а потом они сошли на нет. Видимо, конечно, ребенок нуждается все равно в дальнейшем лечении, но по крайней мере он стал транспортабельным и вообще пригодным к какому-то лечению, потому что так его можно было только хоронить. И вот, конечно, фотография была женщина, надо сказать, ну, она была не безумно жирной, но такой комплекции 48-летней женщины, у которой уже, конечно, какие-то возрастные изменения, обмена веществ. Вот. И ей безумно понравилась смесь, которая называлась «Радость» «Джойфу» или «Элевейшн» «Подъем», в который входит лавандин, эллимит, танжерин, лимонный мир, мелисса, иланг-иланг, космантус и сандаловая имбирь. Вот. Она ей просто понравилась. Она не выпустала этот пузырек из рук и наносила его вот на запястье, ну, туда, где полагается наносить духи, в область шейных сосудов два раза в день, три, ну, в общем, столько, сколько ей хотелось ежедневно. Она не могла именно дышаться. Никакой задачи при похудении у нее вообще не стояло. Задача была испытать счастье. И вот, она начала этим пользоваться в августе, а в ноябре, то есть это через четыре месяца, она отметила у себя изменение вкусовых пристрастий. Она перестала заедать все свои стрессы. она перестала жрать сладкое. У нее просто даже было к этому делу отвращение. И она стала худеть. И нам об этом сообщила к мае месяце, что сколько-то там 6 килограмм она потеряла. Ну вот, а в сентябре 2017 года суммарная потеря веса составила 18 килограмм. При этом, ну, как бы, я бы и не сказала, что у нее есть 18 лишних килограмм, но, видимо, были. То есть, ну, она была, ну, немножечко рыхлой такой, вот, и задача худеть у нее не стояла. У нее задача была стать счастливой. И вдруг, как такой бонус побочный, она теряет 18 килограмм веса. Надо сказать, что я подумала, надо же мне тоже тогда, наверное, потерять 18 килограмм веса. То есть, я думаю, что ее организм точно уловил, что именно ей было необходимо. И я к тому, что не надо сейчас пытаться эту смесь там достать или составить, надо нюхать те масла, которые есть у вас в ассортименте и прислушиваться к тому, что скажет вам ваше тело. Если вот оно категорически не захочет выпускать из рук какой-то флакончик, может быть, в качестве подарка вы потом потеряете лишние килограммы или, наоборот, их приобретете. У нас есть результат, когда, наоборот, мужчина поправился после нюхания эфирных масел, потому что это ему было нужно. Так. Ну, вроде бы, это все. Наверное, так. Вот. Теперь я могу вернуться к вам. Сейчас. Вот она я. Меня видно, нет? Да, видно. Ну, собственно говоря, я бы с удовольствием передала эстафету сейчас Саше, если вы зададите какие-то вопросы. Нет, нет, нет. Сначала давай вопросы зададим. Сейчас. Я просто хочу... Ну, естественно, спрашивают маслами, какую фирму ты пользовалась. Значит, да, ты ответь. И просто я к тому... Я-то, конечно, ответила, что, в принципе, масла терапевтического качества... Друзья, мы просто... Слушайте, сейчас мы вляпаемся в ситуацию. Катя, конечно, ответит сейчас на все эти вопросы, но, смотрите, это просто тотальное такое упирание рогом просто в стену. Если вы будете просто пытаться сделать то же самое, той же самой смесью... Послушайте, это уже ароматерапия, да? То есть все круто и замечательно, и, конечно, удобно смеси использовать. Почему? Потому что вам не надо столько масел, а я хочу сказать, что многие из масел, которые входят в эти смеси, они весьма дороги. И покупать целый флакон в принципе нет смысла. Лучше купить смеси. Катя несколько раз говорила, что там определяли 50 тысяч стоимость для лечения или там только анализов. А не взяли, обошлись там в стоимостью 2 700, это стоимость смеси. И так, значит, Катя, первый вопрос, конечно же, это кто производитель этих чудесных смесей? Вот смотрите, производитель – это американская компания Дотерра, которая 8 лет назад отпочковалась от другой американской компании Young Living. И, собственно говоря, существует огромное количество компаний с высококлассными маслами. И Паранорома, и Карл Хадепов, и Вивасаны, и Young Living, и какие-то еще появляются, о которых мы там не знаем. И даже я могу сказать, что поскольку мы пришли из New Ways в Дотеру, и у нас от New Ways у всех на полках сохранилось огромное количество масел, потому что мы их не использовали, мы их покупали, нюхали, и потом о них забывали. И у каждого почти New Ways состояло огромное количество масел. Мы им сказали, ну так что же вы их выбрасывать будете, начинайте пользоваться. И, кстати говоря, я эти результаты не цитирую, но достаточно много результатов люди получили просто на просроченных, 100-летней давности маслах совершенно другой компании. Вот. В общем, это из серии, что самое главное, вот мое открытие, что маслами нужно пользоваться. А, вот, кстати, я сейчас поищу и покажу вам кино, пока Саша еще что-нибудь озвучит. Подожди про кино. Покажи, как дышать глазами и скажи, сколько времени это делать, сколько вешать граммов. Вот смотрите, во-первых, такой подарок от Дотере. Вы берете маслица апельсинчика и маслица мяты. Капаете одну каплю мяты и две капли апельсина или по одной капле и растираете в ладошках. После этого накрываете личиком и просто мухаете. Ну, пока вам не надоест. Но надо сказать, что мята так шибанет вам по мозгам, то некоторые сразу уберут руки от головы. Вообще вас это пробудит на целый день, да, заряд бодрости. После какого-то нанюхались, вы берете и то, что осталось, втираете в шейно-воротниковую зону, в седьмой шейный позвонок. И тоже будет вам счастье, потому что это хорошее место для нанесения масел. Кстати, ну, у Дотеры мы узнали, это, естественно, распространяется на все остальные масла, что есть очень парадоксальные способы употребления. Например, можно, если у вас гайморит, наносить смесь пищеварительную, причем наносить ее вокруг пупка. Я недавно познакомилась с врачом, который у нас из первого меда будет на школе конференции. Он сказал, что наносить надо не вокруг пупка, там, часовой стрелки, а просто в сам пупок. Я теперь пользуюсь, мне очень нравится, совершенно шикарно работает. Вот. То есть это, а что касается дышать глазами, то лодочку вы делаете такую поглубже и начинаете хлопать своими ресницами там. Пока не надоест. Собственно, вопрос мотивации. Конечно, если вы выполняете все формально, то можно ограничиться там пятью секундами. А если вы хотите выздороветь, ну, посидите минутку хотя бы. И делайте это несколько раз в день. В конце концов, включайте диффузор. А вообще можно мазать, ну, хоть куда. Вот, кстати, я вам все-таки покажу это потом кино про то, как наносятся на стопы и что после этого происходит. У нас... Саша, там есть еще какие-то? Тут вопрос, смешные такие вопросы немножко. Капать на язык или под язык с эмульгатором? Ведь раздражение слизистой будет, если без эмульгатора. Вот смотрите. Значит, насчет эмульгатора. В принципе, если вы помните, была такая штука, великий шелковый путь, еще был великий путь благовоний. Вот кто ездил в Петру, да, помните, там такое красивое ущелье, да, в котором вы идете. И чем они, что они везли на этих верблюдок? Везли они как раз благовоние. Это ровно те же самые черный, белый, красный перец. Они везли корицу, гвоздику, кардамон, мускатный орех и так далее, и так далее, и так далее. И поэтому, понятно, что все, что мы едим, в виде вот этих благовоний и пряностей. Или то, что мы выращиваем у себя на огороде, у себя или там в Крыму. Розмарин, тот самый, шалфей, фенхель, укроп, ну, в общем, море, да, всего вот этих, орегано, базилик и так далее. Что же это все можно есть? И уж, конечно, можно есть все цитрусовые и даже цветыечки. Вот, нельзя есть только то, что мы обычно не едим. Мы не едим древесин. Поэтому, если у нас речь идет о можжевельнике, о ягодах можжевельника, мы их можем есть, вот знаете, на ягодах можжевельника делают джин, такую спиртовую настойку, да. А вот, например, если это из древесины залечено, да, ну, лучше не стоит. То есть, вот древесные масла, они очень советуют употреблять, но я знаю, что в смесях можно даже употреблять, например, эвкалипт. Внутрь ничего страшного. Прекрасно капаете одну крошечную капельку себе под язык, где, вот если вы посмотрите в зеркало на свой язык поднято, да, вы увидите там такие две толстые синие вены. Там проходят, соответственно, кровеносные сосуды. И миной желудок у вас сразу все всасывается прекрасным образом в кровь и начинает работать. Можете мазать, например, мятой себе небо, или можете мазать десны, если вас там укачивает или тошнит, или просто вам нужно проснуться, да. Ничего страшного, никто еще не умер. Саша, а я тебя не слышу. Да понятно, что не слышу. Я выключила микрофон. Ну и хорошо. Насколько опасно масло кипариста при склонности к трампозам? И чем его лучше заменить в смесях для вены? Ну, это, наверное, вопрос не ко мне. Это вот у вас тут сидит специалист, ароматерапевт. Чем можно заменить масло кипариса? Я не знаю, может, розмарином можно. Вообще, у нас в компании говорят, если не знаете что, берите ладану лаванду. Сейчас я открою дверь, а то меня тут... А вот это, между прочим, знаете, это рисунок. Катя была в прошлом году на аромаретрите, и это рисунок, который был нарисован Катей под влиянием масла, запаха масла имбиря. Там даже видно, написано имбирь. Такой дракон, который ставит чайник с имбирным чаем. Ну, что касается кипариса, друзья мои, в обе стороны работают. Можете не волноваться, если вам очень волнительно использовать кипарис, вы подозреваете вся склонность к тромбозу, то замените на рассасывающие такие очень сильные масла, типа чайного дерева, лимонграсса, и можжевельника будет полегче. Так, как убрать морщины и сеточки вокруг глаз? Я думаю, Катя, если бы вы знали... Да, ты выкинула слайд, там была тетка, у которой это самое, косметические были... Слайд убрала, потому что некорректно помещать портреты пациентов. Расскажи на слова. Ладно, хорошо. Там, значит, тетенька, тоже, опять-таки, тот же самый замечательный возраст, 58 лет, со всеми характерными носогубными складками, с брылями и так далее, пришла. Правда, она пришла к опытному косметологу, у которого своя какая-то авторская методика лимфодренажная. Я так понимаю, эти методики вагона маленькой тележки. И она использовала несколько эфирных масел. Я боюсь вам, конечно, сейчас соврать, какие именно были, но мне что-то помнится, кажется, там была мир и лаванда, еще что-то. И там, что в этих фотографиях, было хорошо. То есть у нее глубина носогубных вот этого треугольника, она уменьшилась, ну, я не знаю, два раза. Овал выровнялся, вот эти два, потому что, вообще-то, все пытаются убрать морщинки у глаз, вот эти морщинки, улыбашки, да? При том, что у всех зрения плохое, все видят друг друга издалека, и никто не видит этих маленьких морщинок. А все видят вот этот самый носогубный треугольник и обвисший овал лица. И работать надо именно с ним. И вот у этой тетеньки за две недели, то есть там был снимочек, который сделан там какого-то, не знаю, 29 апреля, а потом 13 мая у нее, ну, просто она преобразилась в другого человека. И это не фотошоп. Ну, конечно, там еще мастер поработал. Вот. А что касается морщин, вот смотрите, если у вас будут хорошо работать капилляры, микроциркуляция, то и все остальное будет потихоньку проходить в порядок. То есть, ну, и потом известно же куча масел специально кожаные. То есть это и лаванда, и чайное дерево, и ладан, ну, и куча еще всего другого. Пользуйтесь хоть чем-нибудь. Самое главное, вот типичные, вот две ошибки, что происходит с арома, как бы, терапевтами будущими, когда они рассказывают что-то клиентам. Первое. Клиент бежит в магазин, в аптеку и покупает какую-нибудь дрянь на 50 рублей или за 150. Это одно. А второе. Он отрывает от сердца одну, две, три тысячи, там, я не знаю, сколько рублей, покупает что-то драгоценное, нюхает, балдеет, ставит на полочку и забывает об этом надо. Вот если они стоят на полке, они точно не избавятся ни от морщин, ни от чего другого. Хорошо, да. Я просто прокомментирую сразу этот момент по поводу такого быстрого исчезновения, ну, как бы, уменьшения носогубного треугольника. В данном случае у женщины было сильно выражено, ну, было выражено нарушение просто реально оттока лимфы от лица. И масла, в принципе, даже вот, даже не специально там, там даже без разницы, какие, даже если бы она взяла погрубее, скажем, на лицо-то она вряд ли взяла бы розмарин и можжевельник, да, но даже если бы она взяла вот такие масла, эвкалипты, лаванду, то она получила бы тот же самый эффект. То есть сначала бы у нее сошел бы отек, единственное, что при этом кожа, она немножко так, как будто подвисает, но это не обвисание кожи, как после косметических процедур, а видно, что немножко объем ушел, а кожа еще не успела себя зацепить, как бы. И вот через какое-то время, когда восстанавливается капиллярный кровоток и в целом улучшается кровоснабжение и лимфоотток, то, конечно, мы видим уже и то, что кожа подтягивается и цвет лица улучшается. Вот, конечно, понятно, что при этом, почему мы рекомендуем мазать не только лицо, но и зону декольте, потому что на самом деле мы предполагаем, что есть нарушение лимфооттока и мазать только лицо нецелесообразно, поскольку мы должны увести жидкость лишнюю в ближайшие лимфоузлы. Это, конечно же, подчелюстные, конечно же, подмышечные. Ну и потом все-таки, как говорила моя бабушка, возраст женщины выдает ее руки и шеи. Ну, она почти до последнего дня делала гимнастику для лица. Кстати, на школе конференции у нас будет мастер-класс по методике как раз, ну, это все относится к фейс-фитнесу, но почему я отобрала именно вот этот метод, потому что я увидела остеопатический эффект, то есть там не просто менялась, как бы вот конфигурация, ну, не конфигурация складок, заломы уходили, еще что-то, это как раз меня волновало меньше всего. Мне показалось очень интересным, что менялась конфигурация, ну, вот посадка головы, шеи и вообще в целом менялась, а, менялась еще, кстати, она потом, я спросила, слушай, а у тебя с зубами там ничего не было, он говорит, да, действительно, а почему вы спрашиваете, я говорю, ну, потому что я вижу, что остеопатические произошли, ну, эффекты были, а это должно было сказаться на посадке зубов, там, может быть, какие-то пломбы повываливались или наоборот, там что-то там, ну, зубной камень мог отвалиться, ну, или что-нибудь в этом духе, он сказал, да, действительно, у меня там, сказать, сначала там полетело несколько пломб, но при этом зубы стали гораздо лучше, так что мы поэтому этот мастер-класс включили, так, значит, Кать спрашивает название смеси от папиллом, естественно, а звучит? А я, кстати, нету смеси употреблять, а употреблять именно орегано и чайное дерево, потому что, как бы, это был просто такой эффект подражания, вот у первого прошли после HD Clear, да, и там я приводила у него довольно сложный состав, но выяснилось, что она работает долго, две недели, два месяца, да, а на чайном дереве и на орегано результат наступает быстрее, и, например, на чайном дереве шикарные результаты идут по грибковым заболеваниям, да, и тоже по омоложению кожи идут очень хорошие, по заживлению кожи, и тоже от папиллом многие с этим работают, то есть вы не пытаетесь обязательно взять самый дорогой и самый там сложно доставаемый результат, тем более, что, ну, смеси, чтобы составить, нужно купить там 5, 6, 12, пузырьков, но можно разориться, купите душицу, душица против папиллом номер 1, кстати, такая была ароматерапевт из Болгарии, по-моему, Вазарова, она сказала, что проводили эксперимент с чашками Петри, и на каждый там наносили вот эти самые патогенных каких-то там возбудителей, и выяснилось, что масло орегано, оно номер 1, в принципе, тимьян тоже обладает похожим свойством, но примерно у него в два раза меньше вот этих самых символов и королокровов, но, Саша, меня понравилось, как его надо правильно называть, вот, то есть, хотите бороться с вирусами, есть чем попробовать, кстати, даже, в конце концов, и корица, и гвоздика будут работать. Тут, конечно, скепсис по поводу дышать глазами, поятки глазами, да, значит, так, окей, там, значит, вопросы, дальше он там скепсис, в частности, народ спрашивает, это очень хороший вопрос, ну, тут, видимо, человек, который имеет практику и спрашивает, да, вот я тоже сижу и думаю, чем я занималась 15 лет, в течение 15 лет, не реклама ли это просто, сейчас я вам объясню, почему такие эффекты, как это все получилось, вот, еще спрашиваю, вот это твои личные наработки, или ты по книжке читаешь, народ, у нас сегодня, я вам сейчас все объясню, чтобы не было каких-то иллюзий, значит, у меня есть, ну, я была в компании Нью-Рейс, большая часть людей, конечно, нас покинула во время кризиса и ухода компании с рынка, и когда пришли, но тем не менее, у меня есть большая команда, кроме того, я дружу со всеми своими коллегами, и, скажем так, моя структура, и я лично, мы сделали там в эти 700 там с лишним историй, ну, вклад, допустим, ну, 100, а остальные, это с миру по нитке, но это люди, которых я лично знаю, и более того, я редактировала, все эти истории, я из них вытряхивала всякие подробности, то есть я, как крестный отец, там, к этому имею какое-то отношение, они абсолютно достоверны, и более того, я даже не буду говорить, что они работают только на нашей компании, естественно, они будут работать на другую, важно только смелость, и важно перекрестное пыление, потому что вот как раз мы во втором сборнике все время читаем, вот я прочел в первом сборнике то-то и то-то, попробовал, и у меня тоже получилось, это самый главный вот такой рефрен, который идет, и я как раз и считаю, зачем мы организуем в том числе школу, конференцию по ромотерапии, что перекрестное пыление это наше все, и что приедет человек и расскажет, чем он с чем-то справился, а другой попробует, у него получится еще лучше, и даже технологию какую-нибудь изобретет, как надо делать, и это очень важно делиться результатами, не за тем, чтобы вы побежали ко мне или куда-то еще там покупать то, что я именно вам советую, купите где хотите, у того производителя, которому вы доверяете, и начните пользоваться, это вот самое существенное, а насчет того, что в глаза, не в глаза, вот смотрите, если действительно, не дай бог, вы что-то там из косметических соображений или из каких-то еще нанесли вокруг глаз, да, ну, например, нанесли какую-нибудь тоже груштанку там на синусовые там эти самые пауки, да, и у вас там защипало глаза или действительно даже в глаза что-то попало, вот ориганно, например, если у человека папилломы на веках, и он хочет их извести, и он начинает чем-то таким там, не важно, чайным деревом, орегано, сто процентов попадет в глаза, и будет безумно больно, что нужно делать, берете чашку с молоком, со сливками, со сметаной, просто подсолнечное масло, и начинаете лить себе в глаза, проходит в ту же секунду. Все проще гораздо гром, и зрение кожи не знает. Растительным маслом и протереть глаз, потому что пока он добежит за глаза молоком, у которого непонятно какой его жирности, где он там возьмет эту сметану, еще надо рассмотреть, а глаз очень щипет и жжет, а вот зацепить хоть на самом платком, хоть салфеткой, хоть ватным диском растительное масло, любое вообще, которое стоит на кухне, это у него хватит, остроты зрения оставшегося, и просто протереть глаз. У меня неоднократно случались такие ситуации, потому что я много работаю с маслами, бывает, что руками залезло в глаза, и бывало много раз такие, все, протираешь глаза этим самым ватным диском, проблем не остается. И никаких последствий. Да, без последствий, я так, в общем, вижу, неплохо. Хорошо, так, тут меня просто прокомментировали дыхание глазами. Друзья мои, вообще вы дышите глазами достаточно часто, просто вам это в голову не приходило. На самом деле, по поводу масла мяты, перечной, я бы, конечно, особенно арвензы, то есть в Вивасане, например, менты арвензы, у датыры пепперминт, это перечная мята, в других компаниях есть и перечная мята, и арвензы, и кудрявая мята, то есть там несколько видов мяты. Самая безопасная среди всех этих мят это перечная мята, она самая мягкая, поэтому вот датыровцы спокойно дышат глазами мятой. Если мы возьмем вивасановскую мяту, арвензы, такой номер у вас не прокатит. Будет реально очень сильно щипать, потому что она высоко ментольная, раздражает холодовые рецепторы, у вас будет просто действительно неприятное ощущение. Ничего патологического с глазами не произойдет. Мы же вам не рекомендуем, послушайте, послушайте, ребят, давайте мы сейчас упираемся в такую ситуацию, что сейчас просто надо сказать, да, все, 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 ничего не делаем, все противопоказано, вот мы же с вами это обсуждали, почему беременным всегда противопоказано, почему детям противопоказано, все противопоказано, старикам нельзя, детям нельзя, да, конечно, елки-палки, блин, младенцам гормоны можно, антибиотики, блин, тоннами, понимаете, блин, вот прям, прям, понимаете ли, вообще без разбора, любые, что детские антибиотики будут им колоть, да, да, туфта, им будут детские дозы гормонов, нет, туфта, на второй день кашля будет, понимаете ли, им уже эти самые гормональные средства вкачивать. Да, давайте сейчас, просто только потому, что мы боимся, или мы не можем, наконец, в разум вести, что, слушайте, соблюдайте осторожность, тимоловый ряд, душица, ну, душица, говорит, это самое, тимьяны, неважно, какая душица, обычно это душица обыкновенная, не задавайте этих вопросов, если вы грамотный ароматерапевт, и заказываете душицу из-за границы, то вы, скорее всего, понимаете, какой вид душицы, какими свойствами обладает, если вы покупаете в компании сетевой, то это, скорее всего, ориган в Бульгаре, душица обыкновенная, транслитерация орегано, ее никто не говорит душицей, обычно он говорит орегано, да, просто транслитерирует, Точно так же, как пряность. Орегано почему-то отдельно, душица отдельно. На самом деле орегано – это ориганум в ульгаре, по-латыни. Вот и все. Это тимоловый ряд. Это тимоловые сильные масла, они действительно жгучие. Но если вы будете уже таким честным и откровенным, попробуйте нанести масло тимьяна на предплечье, каплю, и ничего с вами не произойдет. Но если вы попробуете капнуть каплю масла тимьяна на слизистый, на язык, то у вас будет взрыв во рту. Так что, просто запрещаем? Да нет, мы говорим, ребят, будьте осторожны, принимайте в эмульгаторе, там в сливках, в чем-нибудь, или капайте на хлебушек, заедайте, запивайте, или в хлебной капсуле. Но это просто соображение безопасности и комфорта. Понимаете, если вы при этом будете лопать, или, извините, пожалуйста, жрать тимьян ложками, потому что побольше, это получше, то, ребят, ну и вам никто не гарантирует вашей сохранности и жизнеспособности. И не потому, что ароматерапия такая плохая штука, а потому, что это что-то у вас с волей что-то не то. Понимаете? И мы говорим, что вот если уж дышать глазами, то масла, которые мы дышали, это ладан. Ладан. Бессмертник, лаванды не отперечны. Но вот смятые, я говорю, что смятые варианты, в зависимости от того, как у вас там, это самое. Катя, переведи, пожалуйста, эту самую презентацию. Я сейчас прокомментирую случай. Чего, открыть ее, да? Да, ты переходи, да, в разы, потому что я сейчас все равно себя на главной поставлю, будут видеть на меня. Сейчас. Секунду. Ага. Так, поэтому, друзья мои, я считаю, что надо это самое, что надо... А, нет, меня не будет видно, потому что будет видно этот самый слайд. Угу. Угу. Ну, хорошо, окей. Ну и пусть так будет. Окей, я буду в этом самом. Ты можешь вертеть, да? Да. Нет, вертеть будешь ты, потому что я не могу вертеть. Хорошо, давай. И когда мы с Катей готовили вот этот вот самый доклад, понятно, что в данном случае, вот, ну, у Кати были все случаи, связанные с тем, что применяли масла ее компания. Я попросила представить те случаи, где применяли мономасла. Мономасла. И я сейчас комментировать буду относительно мономасел. Друзья мои, если мы будем постоянно упираться в то, что давайте вот только на Юасане, или давайте только на Дотере, или давайте только на Янг Ливинг, мы, ребят, вообще ароматерапию не двинем. Я ароматерапевт. И мне важно работать, как бы развивать саму ароматерапию. Я не могу привязываться к определенному какому-то производителю. Да, я работаю в основном с маслами Вивасан. Но есть две смеси, которые я использую в Дотере, потому что у меня очень много детей с поражением центральной нервной системы, аутичных, и они не переносят. Понимаете, вот, допустим, ребенок ушел в истерику, он очень жестикулирует сильно. Как вы сможете нанести ему масло? Вам надо взять флакон, а вы его, допустим, должны держать при этом. Вам надо взять флакон, открыть крышку, накапать себе на палец и помазать ему рефлекторные точки. Вообще в состоянии это сделать? Мои мамы не могут это сделать. Что я могу сделать? Я беру роллер, беру слив и намазываю по рефлекторным точкам роллером. Это нужно? Нужна одна рука. Мне это оказалось очень удобным. Мало того, там такие смеси, там смеси таких масел, которые просто реально дороги, просто в одиночном виде. Я не вижу в этом патологии никакой. Зато вообще дети сбалансированы, и мы получили такой эффект, который мы не могли получить долго, используя масла, бальзамы, то, сё, пятое, десятое, медленно. Но когда вот в открытые ворота мы входили вот так, то и потом обрушивались и всеми нашим ассортиментом там, свечами, бальзамами, маслами и тем всем пятым-десятом, то у нас, наконец, мы смогли отойти от таблеток. Вы вообще понимаете, что значит снять с таблеток? Ребенка, у которого постоянно истерики, у которого реально нарушение ментальной сферы. Поэтому вы как хотите, если вам кажется, что это галимая реклама, нет проблем, это ваше мнение. Но это было сделано не ради рекламы, потому что я сейчас хочу откомментировать случаи и показать, что в них такого, что сделало их столь чудесными, что даже не верится. Что вот вы 15 лет сидите, занимаетесь вивасаном, там занимаетесь ароматерапией, и дотеровцы тоже есть, которые занимаются там много времени, тоже используют, и тоже не последние, так сказать, как бы отслеживают разработки там в области ароматерапии и публикации научной, и все. Почему-то у них таких чудес редко встречаются. А тут взяли елки полгода на рынке, компания, елки, и у них уже более 700 случаев вот таких вот чудесных. Туфта? Я сейчас покажу, почему. Почему они смогли получить такое, такие эффекты? Значит, смотрите, вот этот самый, сейчас я вот это усложу, вот это вот самый случай. Значит, вот, глаукома 70 лет, и обратите внимание, что здесь сопутствующие, какие есть нарушения. Многолетняя депрессия, нарушение пищеварения. Мне, конечно, хотелось бы узнать, нарушение пищеварения произошло до того, как у нее ухудшилось сильное зрение, или после того. Я предполагаю, что до того. То есть, потом, смотрите, что произошло. Значит, ясное дело, что если депрессия, это такое состояние невидимое, по идее, по идее, человек все равно может взять себя в руки, работать, чего-то делать, социально там быть, ну, в общем, как бы там, короче, функционировать. Но, но, когда начинаются вот проблемы со зрением, это мешает очень сильно, и человек обращается за помощью. По поводу депрессии, даже не всегда за помощью-то обращаются, просто живут в этой депрессии, и все. И что произошло? По поводу глаз, она начала дышать глазами, вот с ладаном и с бессмертником. Бессмертник, кстати говоря, это масло номер один при разнообразных сосудистых патологиях, причем, когда повреждены даже не крупные сосуды, а мелкие сосуды-капилляры. Должна вам сказать, что вообще проблема с капиллярой током очень сложна, ее решать сложно, потому что скорее организм будет выводить капилляры из обращения и будет шунтировать, соответственно, шунтировать дополнительными, то есть, в конце концов, проращивать новую сеть, это действительно способность сосудов есть. По действиям, кстати, ароматерапевтических смесей мы наблюдали не один раз, что мы строили шунтирующую смесь, ну, самую сеть капиллярную, и тем самым восстанавливали кровоток в эшемизированных очагах. Ну, короче, ладно, это уже терапевтические всякие мульки, я хочу по сути. Смотрите, что произошло. Тетенька наша начинает дышать, дышать вот ладаном и бессмертником, при этом она принимала вот эти вот самые масла ладана внутрь. она... А, нет, вот смотрите, да, точно. Была другая сферонология, я себе записала. Она сначала принимала масло внутрь. Масло внутрь. Да, точно, принимала масло внутрь. И у неё... Ей стало полегче. То есть, может быть, может быть, она, понимаете ли, вот это вот получше, оно может быть не так ощутимо, знаете ли, на уровне, там, цифр давления, каких-то вот таких показателей, которые такие, знаете ли, брутальные. О, ёлки, увидел такой показатель, сказал, да, вообще человек здоров, всё круто, такая тенденция. Обычно вот это улучшение ощущается как улучшение, как увеличение количества энергии, как такое, знаете, ощущение лёгкости, что ли, бытия. Не прям лёгкости-лёгкости, когда в теле такая приятная гибкость и образовалась, что я теперь во что угодно превратиться могу. Нет. Но как облегчение. После этого она подключила, смотрите, какую смесь. Она подключила смесь, как я забыла, как она называется, ладан почули радости или чего там, возвышение, как там она-то, короче, какая-то, а, утешение, консоль, точно. Смотрите, что входит в эту смесь. Ладан почули ланка-ланк, ладанник, америс сандал роза-османтус. Это очень сильные, то есть масла, которые входят в эту смесь, это масла очень сильные антидепрессанты. Причём я вот тут подняла сейчас данные по нашим исследованиям, которые касаются масла ладана, босвелии картерии, зубчатого ладана, и посмотрела, то есть нет, не зубчатого, да, зубчатые у нас друг, ну, в принципе, похожи были, да. По маслу розы посмотрела и по амерису. Я не буду вам сейчас рассказывать, что мы накопали по поводу этих масел, но, но мы видели каждый раз прояснение сознания. Вот это вот ощущение, прояснение сознания. И оно проявлялось в том, что, с одной стороны, человек, ну, как бы, чётче смотрел, ну, вокруг себя, но при этом, понимаете, да, яркость зрения у него улучшалась, но при этом он смотрел, как бы, внутрь себя. Это немножко парадоксально, но вот так вот они работают. И я спросила, вот помню, когда человек этот говорит, что, слушайте, он так сидит просто, я говорю, а куда ты смотришь? Он говорит, да я вообще-то внутрь себя смотрю. Я говорю, а как у тебя со зрением? Потому что глаза стали очень яркими. Меня это очень поразило, что, ну, откуда такой, куда он смотрит, почему такой взгляд вообще искристый? Он говорит, не знаю, я вижу очень, как бы, очень мне контрастно стало, но мне внутрь, я смотрю это внутрь себя. Я говорю, скажи, а тебе раньше было как внутрь себя смотреть? Он говорит, я вообще, я так понимаю, что я никогда не мог это делать, потому что, я говорю, у тебя была депрессия, у тебя было разочарование, у тебя было какое-то горе. Он говорит, да, у меня было там большое горе, и с тех пор я не мог. Смотрите, у человека случается горе, какое-то очень сильное разочарование, и он не может выразить это горе через глаза, как нам положено, поплакать, порыдать. И вот в этих случаях часто я наблюдала ослепление, как бы, когда, причем не только, не просто заболевание глаз, обычно это связано было с сухостью. с сухостью. Сухость – это такое качество, которое очень пагубно для тех тканей, которые нуждаются, которые должны быть сократимы, которые должны быть гибкими. Понимаете о чем? И это очень сильно влияет на капилляры. И что произошло? Она стала принимать масло ладана сначала внутрь. Его принимают очень просто, его капают на подъязык, ну, как бы на подъязык, подъязык, либо на язык. Действительно, и рассасывают его. То есть не едят, а рассасывают масло ладана. Ладан – мощнейший оксигнатор. И сначала она получила облегчение заметья не со стороны зрения, а со стороны общего самочувствия. Потому что ладан зашел на ее вот эту депрессию по поводу горя. И когда она подключила смесь утешения, то у нее улучшилось зрение. На самом деле, у нее вот это горе, у нее неплохой уровень здоровья. Горе изначально соматизировалось в нарушении пищеварительного, ну, в нарушении деятельности пищеварительного тракта. Это называется, вот как это говорят, такое, знаете, жаргонное психосоматика в виде существительного. На самом деле, это не очень правильное употребление такого слова. Мы имеем дело с процессом соматизации эмоциональной проблемы на физическом уровне. И на физическом уровне ее горе проявилось в виде нарушения деятельности ЖКТ. А в течение времени, в течение времени, естественно, оно проявилось вот в поражении глаз. по накоплению, я уже не буду сейчас вдаваться в подробности, как это произошло. Короче говоря, мы получили репрезентацию этой проблемы, опять же, через представленность нервной системы в зрительном анализаторе. Ну да, анализаторе. Так вот, понятно почему. В принципе, что мы должны были получить? Мы должны в скорости, либо в процессе должны были получить обострение вот той самой проблемы ЖКТ. прежде чем глаза у нее реально снимется вот эта вот глоукомность и, так сказать, и внутриглазное давление восстановится и зрение в целом. Но я думаю, что даже небольшое улучшение зрения для человека столь значимо, что вот этот результат был интерпретирован как просто там чудесный. Понятно? Понятно? То есть, это необычная ситуация. Вы можете много лет работать в аромотерапии, и не видеть такого чуда. Просто это, вот эти все случаи, которые были собраны, это действительно либо по поводу ситуации, когда, ну, действительно острое состояние развития патологического какого-то инфекционного процесса, и действительно там любая смесь такая, сякая там, бальзам были, 33 травы бы вы помазали, или крем-тимьян, масло эвкалипта бы понюхали. Понимаете, если уже, ну, человек не может войти два раза в одну воду, он уже понюхал эвкалипта или там смесь, в данном случае люди с дотерой работали, они понюхали там смесь дыхания, или смесь защищающую, там, иммуномодулирующую, и понятный пень, что они получили эффект. Понюхали бы они эвкалипт или там ладан, они получили бы то же самое. Понимаете? Это не потому, что там эксклюзивно, а потому, что состояние острое, и как только они употребляют масла, которые имеют мощный антибактериальный, мощный антивирусный эффект, конечно, они получают эффект. Но вот такие хронические случаи, они необычны. Поехали дальше, Катя. Следующий слайд. Ку-ку. Катюша, знаешь что? А дай мне тетеньку с фиброзом. А что? Фиброзом? Да, вот эту, вот эту, вот эту, да. По поводу вот этого случая. Значит, смотрите. Здесь это вот та картинка, да, где повреждение иголками, да, Катя? Нет, нет, нет. Это я сейчас дам. Фиброз, дай. Вот, вот, вот. Ага. Травматическая катаракта. Значит, на самом деле, друзья мои, здесь мы имеем дело с травматическим фиброзом. Фиброзом оболочки глаза. И заметьте, что интересно. Что получилось? Она дышала маслом ладана. То есть она в роллере навеки и а, она брызгала в больной глаз. Ну, на самом деле, брызгать в больной глаз это экстремально, вообще-то. На самом деле, можно было что еще сделать по ходу дела? Она могла промазывать преддверие носа, она могла смазывать корень носа, я показываю где, и ладаном, и эвкалиптом, бальзамом 33 травы, масло 33 травы, кремом, тимьян, кремом, можжевельник, кремом, чайный дерево, крем-календул. Это вот вивасановская наша продукция. Либо это мог быть вот тот самый крем, про который говорила Катя, который тоже имеет богатый состав. Там очень богатый состав по ненасыщенным жирным кислотам за счет масла авокадо, масло, там миндаль не очень впечатляет, а что-то там еще забыла. Ну, в общем, хорошо. А у меня еще оливковое масло. Оливковое фигня, а вот жироба, жироба, да, там тоже. Там еще даже эфирные масла, там есть тоже ладан, эфирные масла. Короче, крем всегда выигрывает за этот счет. Она могла в чисто ганом мазаться только этим. И она получила бы, она получила бы восстановление капилляра, ну, тока крови в капиллярах, в капиллярах. Первое, потому что, в общем, глаз сама, глаз как оптическая система был не затронут. Но посмотрите, у нее, конечно, очень большая проблема с кровоснабжением глаза в целом. Есть просто тенденция воспользоваться поверхностными выпускниками, потому что для того, чтобы, ну, как бы шунтировать, что ли, просто из-за травматизации. Короче, я не знаю, чем она капала, когда эта травма произошла, скорее всего, она капала капли с антибиотиками. И процесс воспалительный не был разрешен. Он не разрешился. Поэтому возник фиброз. Я несколько раз в своей жизни протыкала роговицу острыми предметами там в походах, в экспедициях, когда, допустим, мы вечером поднимались уже в сумерках или совсем в ночи поднимались по склону. И когда по склону по-крутому поднимаешься, ну, иногда там голова опускается вниз. И несколько раз я натыкалась на травинку, а один раз я делала обрезку кустарника и повредила себе просто почкой, когда ветки собирала. И каждый раз я получала довольно серьезные повреждения, очень, так сказать, выраженный конъюнктивит и увеито, чего там только не было. И когда я стала использовать эфирные масла уже спустя некоторое время, у меня также у меня возник воспалительный процесс, но в данном случае по типу конъюнктивита, вот, а не увеито. И, собственно говоря, потом было восстановлено зрение и резь в глазах, привычные, которые мне постоянно накрывала, она ушла. Так что вот это вот обострение ситуации, это абсолютно нормально в данном случае. Процесс разрешился воспалительный, но фиброз до конца, конечно, еще не ушел. Я думаю, что и потребуются еще какие-то там вмешательства. Но, конечно, брызгать, ребята, масло ладана в глаза, это довольно экстремально. Можно использовать гидролаты, при этом их разводить, там, 30% или до 10% в зависимости от, лучше всего использовать гидролат лаванды на первых стадиях. Вообще, вот, если вы травмируете глаз, то, конечно, это лаванда, это гидролат эвкалипта. Вот, так, из доступных мяты, это очень сурово. А, хвойные, хвойные, хвойные гидролаты очень хорошо будут. Но про гидролаты это мы будем гудеть на школе конференций. Так что, вот здесь, конечно же, это характерно. И, должна вам сказать, что, видимо, то ли она уже БАДами пользовалась, скорее всего. Дело в том, что Катя сказала, что они перешли из Нью-Вейса. В Нью-Вейсе народ имел тенденцию принимать много БАДов. И, я должна вам сказать, что, если человек принимал биологически активные добавки, его организм демонстрирует большую чувствительность к аромотерапевтическому вмешательству, чем человек, вот, ну, нулёвый. То есть, если бы с улицы пришла тётенька вот с такой же проблемой, не имея предыстории приёма БАДов, возможно, так быстро бы не зацепила. Это тоже важно. Давай дальше про дядьку. Сейчас. У которого правый глаз улучшился. А? Про дядьку? Где у дяденьки правый глаз улучшился. Ну, там, где в бинокле. Вот, 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 вот. Значит, знаете, что здесь получилось? Не-не-не-не-не-не, вот тот, где с биноклем. Сейчас. Вот этот, не-не-не, с биноклем. Вот этот, да-да-да-да. Всё, не листай больше, не трогай. Значит, смотрите, этот дяденька решил попить масла цитрусовые для очищения печени. Ну, действительно, мы говорим о том, что курсом принимать цитрусы, типа, там, апельсина, гриппфрут, гриппфрут, кстати, гениально вообще для этих дел. Значит, прекрасно он начал принимать для того, чтобы, ну, в общем, правильно сделал, кстати. Вот, и что мы получили? Это вот очень интересный эффект ароматерапии. Смотрите, у него улучшается зрение в правом глазу. Это просто чистоганом представленность меридиана желчного пузыря. Вы понимаете? То есть он-то пил внутрь. Естественно, когда мы масла принимаем внутрь, они проходят через печень. Понимаете? Он правильно всё сделал. Но воздействие на печень в целом, на желчный пузырь, эфирные масла занимаются не только печенью, не только там чем-то таким. Ну, с желчью связанной, там, реологию желчи не только меняют и не только, так сказать, восстанавливают желчный, ну, состав желчных кислот и, собственно говоря, динамику работы желчного пузыря, кинетику его. Не только. Мы видим прямо вот, прямо правосторонне. Я думаю, что если бы гомеопаты это слышали, это случай, они сказали, ну, это же ликопозиум, понимаете? Правосторонний симптом. У него право начало, правый был плохой глаз, вот. И вообще, это случай не единичный. После того, как люди просто пили лимон и апельсин, обострялось зрением. Правильно, потому что это меридиан желчного пузыря. И на самом деле, часто в нарушениях зрения и в головных, в ряде головных болей, то есть многие головные боли, вниз заинтересована печень. Поэтому часто вы принимаете масло внутрь и видите улучшение зрения. Это же классика, когда мы пронюхиваем глубоко, впуская в себя запах лимона или гриппфрута. Апельсин не совсем так, лайм еще. Вот лайм, гриппфрут и лимон, это прям классика просто. У нас прям контрастность зрения повышается и прям зрение улучшается. Реально, реально. Попробуйте, только надо не просто так понюхал, а по себе так понюхать, так на тестер почирикать, то есть капните на бумажку и понюхайте. И вот и увидите, это не просто я так придумывал. И если вы действительно понимаете, с чем вы имеете дело, как ароматерапевт, то вы должны просто ожидать эффекта. И так иногда поспрашивать пациента, слушай, дорогой любимый, а как там с глазками-то, как там, я вот жду, что у тебя и зрение должно улучшиться. Понимаете? А они же просто сами, может, не поймут или уж точно не отнесут это к тому, ну, с тем, что он делает. Но если вы знаете, что такой эффект бывает, то вы можете назначить прием внутрь, потому что люди охотно соглашаются принимать внутрь. И скорее всего, они скажут, что вы знаете, я принимал масла внутрь, и у меня, короче, там вот это, и вот это, и вот это произошло. Но при этом мы знаем, что он при этом нюхал масло розы или нюхал масло ладана. И на самом деле эти эффекты, которые он вам с пяткой в грудь стуча, говорит, что это вот, конечно, я принимал масло внутрь. Нет. Это не оттуда. Он просто их нюхал. И на самом деле классическая ароматерапия, это, конечно, обонятный путь, самый глубокий. Но люди любят пить внутрь. Нет проблем, пусть пьет. Пусть пьет внутрь. Ну и заодно получат прекрасные побочные эффекты. Так. Значит, да. Вот это вот классика случаев. То есть тут чудо такое, оно, в общем, ну, чудо, конечно, но просто самое чудесное здесь это короткость времени. Но я вам хочу сказать, что это люди подготовленные. Я вам хочу сказать, что у меня просто поскольку, поскольку я уже давно в этом деле, я с Юасаном я знакома, по-моему, сейчас скажу. А, да, после аварии, в 2003 году произошла, нет, в 2002 году произошла авария, и как раз после аварии только меня выписали из больницы, ко мне приехала Лена Копян. Как раз тогда еще не было Юасана, был еще тогда этот, Юснарин, да, и она мне подарила тогда этот Нарасан апельсин. Я подумала, боже, какой, а, она мне что-то про масла еще говорила, они пищевого качества эти были. Ну, тоже швейцарские, только пищевые. Я говорю, слушайте, вы мне голову не пудрите, а? Я так выдвигаю свой ящик, а там 80 там масел, там по несколько пузырьков каждого. И она так говорит, да, я поняла, ну вот вам пузыри тут, вот пейте. Я действительно елки подсела на этот Нарасан апельсин, он мне очень хорошо лико-динамику, так сказать, регулировал. И потом я к ней пришла, и поскольку я уже занималась ароматерапией, я подумала, что, слушайте, ну там масло, то ли лимон, то ли апельсин дешевле стоит, чем там, допустим, у ириса, почему мне не взять их стала знакомиться с народом, который там потом появился Вивасан, и терапевтическая уже линейка, и не пищевого качества, а терапевтического качества масла были. Я стала работать с ними. Вот. И я поскольку общалась в основном с дистрибьюторами Вивасан, то я обратила внимание, вот время от времени, я же некоторых из них вела как пациентов, я обратила внимание, что они же все принимали БАДы. Я обратила внимание, что у них при неблагоприятной генетической предрасположенности, при чудовищных стрессах. Многие из них жили в очень, в условиях большого стресса, они поэтому пришли в сетевую компанию, им нужны были деньги. И они, то есть у них был очень сильный стресс в жизни, который заставлял их, ну, заставил изначально пойти на это, а потом-то они уже стали счастливыми. И я обратила внимание, что они переносят стрессы по-другому. Они, вот эта патологическая, генетическая предрасположенность в них высвобождается по-другому, не так жестко, как она могла бы. Понимаете, еще до того, как они аромы подключали. То есть на самом деле вот эта вот штука, абады может быть не лечат, но они однозначно помогают удержаться в балансе, даже если не оказывают глубокого воздействия. На кого-то они могут оказать более глубокое воздействие, я не возьмусь тут говорить прям за все. Но то, что точно они делают, это помогает удержаться. И организм становится гораздо более восприимчивым для аромотерапии. Ну и для гомеопатии тоже. Вот. И поэтому они нам демонстрируют эффекты быстрее. Так что это вот тоже момент такой. Так. Про алкогольную зависимость я скажу потом, только мне надо будет лечить сахар поджелудочный. Так, вдохновляйте. Ну хорошо. Так, просто сейчас подожди. Так, переретинальный фиброз, это я сказала. Сосудистые сеточки. Да. Значит, смотрите. Ну, тут снимок немножко, на самом деле, артефактный. Вот нет, предыдущий, Катя, покажи. На самом деле там сосудистая сеточка еще осталась. То есть не так уж она прямо там бесследно исчезла. Нет, Катя, придай, вот сюда. Значит, что я вам скажу, друзья мои, вообще по поводу всех этих историй. Помните, вчера Ирина говорила, что не пренебрегайте подбором базовых масел. Что сами по себе базовые масла, имея в своем составе целый спектр полиненасыщенных жирных кислот, оказывают чрезвычайно такое глубокое целительное воздействие. Значит, здесь эти вот люди использовали фракционированные кокосовое масло. Что это значит? Вы знаете, как выглядит кокосовое масло, да? Что оно твердеет при комнатной температуре, ну, по крайней мере, такое полужидкое, если температура там около 20 градусов, а вообще при охлаждении оно застывает. Представьте себе, что это масло подверглись специальной обработке, в результате которой отделили вот эти вот жирные кислоты, которые насыщенные, которые создают вот эту плотность и твердость, которые застывают при более низкой температуре. И те, которые полиненасыщенные, жидкие такие. Представьте, что их разделили. И вот эта вот жидкая фракция и есть фракционированное кокосовое масло. Оно действительно круто входит в кожу. Оно очень, очень глубоко входит в кожу. Сухо, прекрасно, приятно, замечательно и чудесно. И на самом деле само по себе, само по себе, оно хорошо увлажняет кожу, оно влияет на фибробласты, а фибробласты становятся гораздо более счастливыми и веселыми, и начинают гораздо активнее вырабатывать коллаген. Мало того, это самое фракционированное кокосовое масло оказывает влияние на стенки сосудов. Вы знаете, что у них есть, что они не однослойные, но в зависимости от самого сосуда есть более, так сказать, более сложно устроенные или более, есть более просто устроенные. В данном случае проблема, видите, мы на самом деле не видим отека. То есть нога справа, нога слева, они обе без отека выраженного, и проблема коснулась в основном капилляров, тонких сосудов, тонких сосудов, еще раз повторяю, тонких сосудов. Мы имели эффект, с одной стороны, воздействовал само фракционированное кокосовое масло, а с другой стороны, конечно, масла эфирные. Что они сделали? Они, конечно, улучшили тонус их, и заметьте, девчонки-то мазали не только ноги, девчонки-то мазали все тело. А откуда берется вот эта проблема с сеточкой? Она берется, вот слушайте сейчас внимательно, это не проблема местная, это не проблема кожная, это не проблема ног, это проблема нарушения кровообращения в брюшной полости и недовозврата венозной крови в общие кровеносные руслы от нижних конечностей. это значит, что когда девчонки начинали промазывать себя ножки, паховые области, животик, попу, конечно же, они мазали, ясное дело, поясницу, там крестец, ну там везде, где, так сказать, хочется быть покрасившей, посилуэтнее, они те самые влияли вот этими маслами на состояние диафрагмы, но это вторично, диафрагма, она отсвечивалась, диафрагма среагировала на то, что возможно среагировал кишечник изначально и печень, то есть это вторичное явление. И я вам хочу сказать, что большая, большая часть проблем варикозов и вот этих сосудистых сеточек решается от нанесения, то есть решается при нанесении смесей, ориентированных на улучшение работы желудочно-кишечного тракта раз, на живот, и если мы даже сосудистую смесь наносим на область живота, на крестец, поясницу. Понятно? То есть в данном случае это даже не специфическая реакция. Ну, а первые девчонки молодые. 58 лет? 58 лет, молодые девчонки вообще. Вот. Но я вам хочу сказать, что тоже организм отзывчивый. Вот. На самом деле ножки в прекрасном состоянии, я хочу сказать, не на 58. Даже как-то я бы не сказала, я бы сказала, ну, 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 42 года максимум. Вот. По состоянию кожи. Возможно, что человек, в принципе, привыкший мазаться. Вот. И я вам хочу сказать, не пренебрегайте промазыванием тела. Если вы будете в базовое масло добавлять даже, ну, какие-то, мне каждый раз смешно это говорить, простые масла, я не знаю, какие из них могут быть простыми. Ну, конечно, мы привыкли, что ладан мира самый сложный. Но вообще-то, грейпфрут не так просто, я вам хочу сказать, потому что он делает и как он работает. И чайное дерево не так просто, как, что оно делает и что оно помогает нам решать, какие вопросы. Но даже если вы вносите всего там по чуть-чуть, однопроцентную смесь делаете, или тем более, даже еще меньше, полпроцентной концентрации, но если вы возьмете себе в привычку промасливать свое тело, друзья мои, ваша кожа прослужит вам долго. И в целом вы гораздо будете моложе выглядеть и в 68, и в 78 лет, и все будут удивляться, а что ты делаешь? А вы просто себя промасливаете. Поэтому помажьте себя и помажьте каждого вокруг. По поводу, тут, не знаю, сарказмом или так, есть ли волшебные истории исцеления аденоидов и миндалин? Не-а! Не-а! Есть! Я о них буду рассказывать на школе конференции. Да? Прямо, вот прям миндальные... Катя, все зависит от того, не-не-не-не-не-не-не-не-не. Подожди, во-первых, вопрос задали мне. И отвечать на него буду я. А ты там сиди и слайды показывай. Значит, смотрите, по поводу миндалины и аденоидов. Смотрите, миндалины, носоглочные имеются, да, аденоиды, значит. Короче, то, что они увеличены, это вторичная ситуация. Вторичная ситуация. Вторичное бактериальное обсеменение и таким образом там вторичное воспаление, это все. То есть, когда вы будете капать в нос, Ирина вчера диктовала капли, увеличивайте концентрацию, капайте себе. Берете готовые смеси, у вас они есть, бальзам 33 травы, прекрасные в носу помазать. Масло 33 травы только закапливать не надо, можно промазать внутри, но лучше бальзам пользуйтесь. Крем, темен, что хотите. Там можно помазать даже эвкалиптом, просто вот так вот чистым внутри, лучше сделать капли. У меня в книжках дозировки написано, можно взять готовые смеси дотера, что хотите, то и делайте. Можете взять ирисовскую ОГН, смесь номер один, и даже смесь от кашля можете взять, это номер четыре. Короче, можете все это взять, сделать капли по инструкциям. Вот. Что произойдет? Снимется отек раз, отек уйдет, обсемененность вторичной флоры тоже уйдет, и в целом, конечно, носовое дыхание будет лучше. Но если это не последствия подавления в воспалительных процессах, в верхних дыхательных путях, а это ну, я имею в виду адыной, да, а это следствие нарушения кровообращения головного мозга и нарушения оттока венозной крови от головы в целом, то вот так просто закапывая в нос, вы не разберетесь с этой проблемой. Я тоже была уверена, что, слушай, Катя, просто фишка в том, что, да, у меня вырезаны там все аденоиды, гланды, все вырезаны, все эти миндальные, к сожалению, я осталась вообще там с минимумом, с остатками своего там своего прекрасного, понимаете, лимфоидного глоточного кольца, по которому я так скучаю. Вот. И, между прочим, проблема-то особо не ушла, появилась другая. То есть, я была уверена, что у меня же не было на себе проверить возможности, потому что у меня их нету просто. И я думала, сейчас я сделаю такие капли, и все будет круто, я сделаю вот эти капли, и все будет замечательно, админ пришел, наверное, выгонять нас в зуде истории. Сейчас сделаю еще что-то, сейчас сделаю еще что-то. Однажды я приезжаю в Сургут с семинаром, и там вдохновленно, говорю, давайте. И меня одна доктор спрашивает, слушайте, а вот с аденоидами что делать? Я говорю, сейчас не проблема. Вот такие капли. А, говорит, сделали. Я говорю, да? Вот такие капли. А, говорит, и эти тоже капли. Я говорю, ну вот сейчас вот еще вот такая вот, прямо вот такая ударная смесь. Говорит, и эти капли тоже. Тут я понимаю, что все. То есть, нет, я могла бы еще варьировать там капли так, сяк, наперекосяк, но, в принципе, когда я составляю вот эти смеси, которые вы можете видеть в книжке, они имеют принципиальную, как бы разный вход. И я и продиктовала три разных варианта, которые, ну, должны были с этой стороны подойти, с этой стороны подойти. Я понимаю, что не работаю. И тут у меня все простроилось. Что когда мы приехали в Сургут, я поняла, что там чудовищные совершенно перепады температуры. То есть там, мало того, что там перепады вовне, ну, в смысле, в природе, снаружи, они еще перепады из-за того, что холодно снаружи, а внутри тепло, потому что топят и все такое. И у меня там постоянно была заложенная башка, и постоянно она как-то то болела, то не болела. И было ощущение заложенности вот пазуха. Хотя они не были заложены. Тут до меня доперли. Что я имею дело в случае этих миндалин с нарушением лимфотока. И я им дала совершенно другую смесь. Я дала другую смесь, которая ориентирована как раз на улучшение кровотока. И они не капали в нос уже. Они наносили на область 67-го шейного позвонка, делали массаж шейно-воротниковой зоны и, конечно, крестцовой области. Я попросила их отзвониться мне буквально ну, вот там, на следующий день. Ну, просто, чтобы посмотреть, хоть тронулась, хоть капельку-капельку. Или вообще никак. Мне хоть надо было понять. Пока есть человек с миндалинами. Понятно, я в Москве бы нашла бы еще 250, но без разницы. Вот уже тут человек и бабуля такая грамотная. В общем, мне было интересно посмотреть, хоть тронулась или нет. Она мне позвонила и сказала, вы знаете, ему стало легче. Сегодня я встал и не храпел. Это подтвердило правильность вот этого самого, вот сказать, моего предположения. И с тех пор я по-другому захожу на миндалин. Возможно, возможно. Вот эти чудесные исцеления, Катя, которые ты так сготовила, сказал, да-да-да-да-да, барам-то вообще, там в конце дня там только помазали все. Конечно, да. Но это при отеке и вторичной бактериальной обсемененности. И вот даже не говори мне, что это самое, что аденоиды полностью там ушли, если только капали в нос. Не, они поверят. Потому что часто это нарушение мозгового кровообращения. Вот. Александра, у меня есть предложение. Ну? Появись, народу. А я здесь. Нет. Надо отключить презентацию, чтобы народ видел тебя. А народ видит только... Нет, подожди, 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 да я сейчас... Да я тогда прокану. Давай мне, знаешь, что, Катя, про экзему покажи, пожалуйста, на руке. Во, ага, оставь. Значит, друзья мои, что здесь мы видим? Значит, это... Я не знаю, что у него было сначала и какова была проблема изначально. Что я вижу здесь? Это, конечно, не совсем вот та экзема, которую вы, наверное, подумали, что там экзема изначально вот такая психосоматическая природа. Здесь экзема вторичная. Я бы сказала, бактериальная экзема. И когда стали употреблять... Забыла, что употребляли. Ну, неважно, там то ли с кремом, то ли без крема. Так, что они делали? А, вот на безопасной кремовой основе. А, вот она, та самая авокадо, олива, жжаба. Это Дугласа. Сама по себе даже вот этот крем, он круто сработал, потому что там Дуглас и Элладен, мощные антисептики. А он еще добавил масло Миры. И таким образом, конечно, бактериальная вот эта, бактериальная флора, она, естественно, сдалась. Впоследствии был, так сказать, снят отек, и поэтому такое быстрое было через три дня. То есть мы бы при других обстоятельствах не получили бы улучшения через три дня. Не обольщайтесь. Это не та экзема, которая хроническая, которую мы часто безуспешно абсолютно пытаемся лечить, имея в виду ее как проблему кожи. Если мы предполагаем, ставим терапевтическую задачу по-другому, тогда, соответственно, мы решаем экзему гораздо более успешно. Так, теперь, знаешь, что мне покажи? А, детей, вот этих два мальчика у тебя на картинке где. Значит, смотрите, что здесь. Значит, по поводу аутичного ребенка. Значит, это классические случаи, когда говорят об аутизме, на самом деле имеют дело с мутизмом. Это не настоящий аутизм. Скорее всего, у мальчика была травма эмоциональная. Именно это блокировало его желание, не возможность, а желание общаться со взрослыми. Вот. И, собственно говоря, это просто такая счастливая случайность. Это не аутизм. Если вы попробуете делать то же самое с аутичными детьми, поверьте мне, мы это делали, делаем. Ладан у нас в масле выбора, приоритеты. Конечно, он... Вам есть один собственный случай. Мы женщине, которая усыновила 8 детей с ДЦП, до унята и аутисты. Мы ей дали диффузор с ладаном и лавандой. И у нее девочка, которой вообще завязывали руки на ночь, которая себя все время калечила и никого из них, конечно, не воспринимала никак, она подошла к ним, обняла и сказала, мама, я тебя люблю. В общем... Это не аутизм, Катя. Это психологическая травма. Усыновить ребенка из... То есть она усыновила детей откуда? Из детского дома? Да, она все время усыновила. Это детский дом. Катя, это не специализированный детский дом для детей с поражением центральной нервной системы. Это разные учреждения. Но, может быть, аутисты некоторые тоже не такие. Катя, Катя, это не для эффекта спор. Это вообще не спор. Я тебе просто... Я даже не вопрос задаю, да? Я просто утверждаю, ставлю точку. В детском доме вот с такими вариантами, когда просыпаются среди ночи с истериками, бьют себя, калечат, в истерику впадают, не слушают, не разговаривают, ведут себя как зверушки, не демонстрируют речь, игнорируют. Это психологическая травма. Мы работали с этим вариантом, нюхали уже по этому поводу порох и ароматерапией там работали. Ну, нас, конечно, не обнимали, не говорили, что они нас любят, но на контакт, конечно, такие дети выходили, и мы с ними занимались довольно успешно. Так что я просто утверждаю, что это мутизм, это не настоящий аутизм. К счастью, для детей, что этот диагноз был неправильный, но, но, когда мы начинаем транслировать на публику такие результаты, говоря, что аутизм и такой человек, у которого действительно ребенок с аутистического спектра, а тем более, если это настоящий аутизм, он, конечно, ну, он верит, они хватаются за что угодно, такого чудесного прямо результата они не получают. Единственное, что они получают, действительно, ребенок становится гораздо более сбалансированным, гораздо более адаптивным и в том потенциале, вот послушайте сейчас внимательно, он получает возможность развиваться в том потенциале развития и реабилитации, который у него есть. Вот, теперь второе, значит, вот по поводу судороги у двухлетнего ребенка. Значит, ну, 10 капел лада на подъязык, это чрезвычайно много, это, конечно, засада вообще полная. Я вам хочу сказать, что ароматерапия всегда, всегда благотворно действует на детей с судорожными припадками, с эпилептической готовностью. Вот, значит, там в разных моментах все зависит от того, какого типа припадки, на какой фоне, на каком фоне. Что касается конкретно этого случая, здесь, скорее всего, имели дело с нарушением ликвардинамики и такой функциональной гипоксией. Когда начали принимать масло ладана внутрь, он сработал как оксигенатор и здесь, или второе предположение, и, возможно, оно даже гораздо более лучше, ну, лучше объясняет эту историю, что это последствия травмы. Интересно, когда у него начались эти приступы. Тут, конечно, интересно было бы получить анамнез, ну, тут два варианта, короче, нарушение ликвардинамики гипоксии функциональная, либо эмоциональная травма, что гораздо для него лучше, потому что потенциал восстановления гораздо лучше, чем в первом случае. В первом случае у него еще должны быть головные боли периодически. Ну, или не головные боли, нарушение носового дыхания, или как будто бы у него заложен нос, при этом соплей нету. А, еще должно быть нарушение стула. Да, но, в общем, короче говоря, судя по всему, у него второй вариант развития ситуации, для него это лучше. Лечить, вылечить полностью, восстановить можно ребенка, только если грамотно подойти к вопросу, иначе все зафиксируется. Так. Ну, хорошо. Давай, Катя, тогда я не буду больше комментировать. А, по поводу вот этой, давай дедулину ножку с трофическими язвами. А где там дедулик любимый? Во-во-во-во-во. Значит, смотрите, это вот первое, да, состояние, Катя? Это вот на начало, я так понимаю, потому что бинтовая... Первый через месяц. Вот красная... А, да, да. Через месяц. А это еще через месяц. Понятно. А самого до начала не было, да, фотографии? Ну, они же тоже не надеялись ни на что. Да, да, да. Я просто вижу, что это не первая фотография. А это вот как раз, когда лимфообострение, да, началось? Нет, просто вот они начали... То есть было обострение, и они начали лечиться, а догадались сфотографировать через месяц. Это вот, вот эта вот сейчас фотография, левая нога, это на какой момент? Левая через месяц, а правая через... А вторая серия фотографий, это еще когда? Там просто одна нога правая, другая левая. А, все, поняла, Семен Семенович, ясно. Ты бы сказала, правая, левая нога. Откуда же я знаю? Хорошо. Нет, 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 ну картинки-то отдай. Вот, смотрите. Нарушение пигментации, видите? На первой картинке и на второй. Покажи другую ногу. Здесь меньше видно, здесь больше. А, ну вот, где нога более здоровая, видите, нарушение пигментации, да? Это говорит, конечно, об ушами и ткани, нарушении, ну, питания все равно, то есть нарушение трофики есть, по-прежнему. То есть я не могу считать это, конечно, здоровой, но, конечно, безусловно, эффект есть. Что вы всегда получите? Я хочу сказать, что вы получите всегда, если будете работать с подобными проблемами, ароматерапевтическими, ароматерапевтическим методом, вы всегда уберете вторичную инфекцию. Всегда. И вы улучшите лимфообращение в конечности. То есть, понятно, всегда такая ситуация наблюдается при лимфостазе, при затруднении оттока лимфы от нижних конечностей. И, конечно, здесь ну, вообще нога не в плохом состоянии. То есть за ним хорошо ухаживают. То есть вот такое вот состояние конечностей, я бы сказала, что вообще родственники просто молодцы. То есть даже без употребления аромы, если они смогли удержать конечность в таком состоянии, это вообще неплохо. Это очень неплохо. Вот. Но, конечно, хочется увидеть другое, но это уже неплохо. Вот. Так что, когда вы когда вы работаете вот с такими проблемами, то, конечно, нужно делать аппликации с эфирными маслами, но не с чистыми, а со смесями. И смеси могут быть довольно концентрированными. Вот. Тут, конечно, нужны масла. Во-первых, антибактериальные. Ну, годится чайное дерево. Во-первых, оно оно очень широкого спектра действия, чайное дерево. И оно очень дружелюбная к коже. А нам, конечно, нужны сейчас такие масла. Вот на этом этапе. Чайное дерево, как широкого спектра. Лаванда, конечно. Обязательно сосудистого типа нужны масла. Это грибфрут бы я здесь употребила. Может быть, лимон. Я бы положила можжевельник, как антибактериальное, очень сильно ориентированное масло и специалист по лимфотоку, кровотоку в целом. Можно было бы добавить лимон. лимонграсса. Можно его добавить сейчас, можно добавить потом. И добавила бы розмаринчик. Вот такую смесь я бы положила с самого начала и, собственно говоря, сделала бы ее, ну, наверное, там, 5% концентрации. Вот. Это вот на саму конечность. А потом еще надо промазывать, друзья мои, до подколенки обязательно. И обязательно промазываем паховые области и животик. Не забываем, что у нас проблема с крово- и лимфообращением в нижних конечностях в целом. Мы не можем решать эту проблему только на уровне нижних конечностей. Мы должны это решать на уровне брюшной полости в целом. Значит, что получается? Если вы будете так делать, при этом еще есть, конечно, смысл попринимать что-нибудь внутрь, ну, типа грибфрутика. Грибфрут, апельсин с фенхелем. Для чего? Для того, чтобы разобраться с кишками, с кишечником и, соответственно, с печенью. Обеспечить экскурс диафрагме. И тогда у нас... Катюша, все, можешь убрать презентацию, тогда я буду главным. О, я главный теперь. Так, значит, только что-то замедление какое-то странное идет. Анют, нам, наверное, что-то надо закрыть. Ну, ладно, неважно. В записи-то все будет нормально. Так, про что я, про что я, про что я... На чем я остановилась? А, ну да. Мы возвращаем экскурс диафрагме. Соответственно, у нас выстраивается разность давления в грудной клетке и в брюшной полости, что обеспечивает улучшение кровообращения организма в целом, оксигенацию крови и, как следствие, что? Улучшает питание мозга. Круто! 87 лет дедушке. Что вы сделаете? Параллельно с тем, что вы будете работать с его вот этим нарушением кровообращения в конечностях. Вы предотвратите инсульт. По-моему, неплохо. И понятно теперь, что вы будете сделать для пациента, если вы назначите прием масел внутрь. Апельсин, лимон, грибфрут. В чередовании. То есть, недельку лимон, недельку грибфрут, недельку лимон. Не надо пить 21 день. Слишком долго. Чередуйте, чередуйте, чередуйте. Вы улучшите реологию желчи. Вы улучшите работу желчного пузыря. Заодно снимите нагрузку с поджелудочной железы. А если уже поджелудочная железа бедная страдает и нуждается в помощь, добавьте к цитрусам фенхель. Один раз в день фенхель по одной капле достаточно. Круто! Вы таким образом снимаете нагрузку. Ну, если у меня какое-то затормаживание изображения, мне это не нравится. Надо Кате убрать показ ее рабочего стола. Кате, убери показ своего рабочего стола, сверни его вообще. А тебе надо назначить себя главной. А я уже назначила себя главной. Не видно. Так. А Катю я... Нет, у меня я главная. Не знаю. О, получилось, получилось, получилось. Да, да, да. Так, про что я... А, да. Что снимаю нагрузку с поджелудочной железы. Соответственно, мы тем самым улучшаем экскурс диафрагмы, улучшается кровообращение в целом, друзья мои. Вы профилактируете варикоз, геморрой, бесплодие. По-моему, неплохо. И кровообращение головного мозга. Душечка наш любимый, который живет в голове, в черепушке и очень страдает, когда ему не хватает кислорода. Всего-то навсего. А им так приятно кушать апельсин. Им так приятно есть грибрут. Ну, весело же. И вкусно. Так что вперед. В общем, назначу я вам всем. Пейте на здоровье. Только много не надо, ребята. Масла неплотные. Понятно, что капнуть одну каплю иногда сложно. Ну, две, хорошо. Но не надо по столовым ложкам принимать. Больше не лучше. Ароматерапия деликатный метод. Работает каплями. Это и так там у вас в одной капле, не знаю, сколько там штук этих лимонов. Ну, там не килограммы, конечно, но несколько штук-то уж точно. Ну, из одного лимона точно выжали вам пару капель, тройку этого эфирного масла. Ну, выход там большой, на самом деле не волнуйтесь. Но, короче говоря, много не надо. Лучше подольше и подробнее. По? Дробнее. То есть по чуть-чуточке. Понятно? Вот. Так, что еще прекрасного можно сделать для себя? Дайте смесь для мозгового кровообращения, пожалуйста. У меня на сайте есть... Нет, это как его называть? Ну, ладно, давайте продиктую. Нет, давайте я вам каплях не буду диктовать. Если надо будет, то это самое. Вы ко мне обратитесь, потому что надо на анамнез написать. На анамнез написать. Я вам просто расскажу, какие масла хорошо там работают. Значит, ну, мозговое кровообращение вы поняли, да? Заходим со стороны печени, раз. Со стороны ножек, два. Стопы все втираем чудесно, прекрасно. Стопы вообще мажем друг другу. Приучите себя мазать, хоть кого-нибудь. Ну, себя, может быть, вы не будете стопы мазать, но тельцы помажьте. Ну, а стопы-то друг другу помазать, вообще дело милое. Так, значит, что еще прекрасного вы можете сделать? А, ну да, мозговое кровообращение. Масло выбора, конечно, это сосудистый спектр. Первое, что у нас вылетает, и из-за чего страдает организм, это, конечно, сосуды. Поэтому сосудистый спектр нам надо употреблять. Это, конечно, цитрусы, это можжевельник, это кипарис, это король-бессмертник. Ладан. Мята. Мята. Просто чудесная мята. Дешевая, отлично работает, классная. А то, кстати, улучшает, между прочим, в каплях в нос. И, наверное, даже в нос-то я, наверное, не очень бы. А вот для промазывания носа, ой, как хорошо себя видно, прямо вот видно, как можно в нос помазать. Масло бята хорошо добавлять. Но не в чистую, конечно, вы поняли, да, в капле. Ну, и, конечно, мой шейный позвонок на массаж шейно-воротниковой зоны. Масло, вот эти вот масла можно положить. Розмарин отлично будет работать. Ну, вот. И в калитку можно положить. Мне обязательно все их вместе класть. Можно сконфигурировать. По поводу гемангиомы надо посмотреть. Сейчас день рождения. Гемангиомы, возможно, там надо смотреть предрасположенность. Да. Это надо смотреть. Я не думаю, что на маслах это уйдет. Рожистое воспаление. Это, конечно, стриптококковая инфекция. Надо принимать масла внутрь. И в момент рожистое воспаление, соответственно, масла употреблять. Значит, там у нас подключаются вот те масла, о которых я уже говорила при термофлебите, при лимфостазе. За исключением того, что нам нужны будут масла, которые имеют стриптококковую, стафлококковую активность. Это, конечно, вот как Ирина показывала вам. Помните таблицу? Вы вообще помните, да, что вам там доктор показывал. Значит, это гвоздика. Просто король. Тимьян, но фенольный коэффициент 25. Орегано. Найоли. Это более дешевый аналог мануки. Просто манука дорогая очень, а вам потребуется немало этой смеси, поэтому, может быть, здесь нужно все-таки что-то более дешевое. Чайный дерево, конечно, тоже остается. Лимон. Для лимфотока мы оставляем мяту. Ну и, конечно, хвойные. Я бы взяла сосну. Сосна здесь просто круто работает. Нет, по сосне нет проблемы. Пожалуйста. Эту, пихту. О, видео, как мазать стопы. Катя, у тебя есть там видео про стопы? Да. Сейчас, подожди, подожди, подожди. Сейчас я сейчас еще отвечу. Сейчас мы вам покажем кино. Подождите. Мы на этом закончим просто. При артрозе. Артроз – это хроническое состояние. В зависимости от того, на какой почве развился артроз, мы, соответственно, будем разные смеси составлять. Но насколько у вас сильно выражен воспалительный фактор воспаления или болевой синдром, надо смотреть. Так, при инфаркте какие масла? При инфаркте масла, смотря чего инфаркт у вас. Инфарк, почки, печени, мозга, сердца. Мята, розмарин, конечно, это основные. Можжевельник, ладана, бессмертник. Друзья мои, кровь, 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 ишемия. Надо это самое разбирать. Но вообще, конечно. А если излияние желудки, не страшно внутрь. Хороший вопрос. Значит, я рекомендую начать с гидролатов. Тогда принимать гидролат лаванды внутрь. Можно принимать масло лаванды внутрь. И масло эвкалипта внутрь. Но лучше на чем-нибудь, таком жирненьком. С какими-то там сливочками. Вот в моем опыте я довольно рисковый человек. Но мне приходилось рисковать, потому что у нас выбора не было. У нас либо туда, либо туда. Знаете ли, к ароматерапевту ведь на трезвую голову не обращаются. Ко мне обращаются, когда уже все. Когда уже, ну, как бы бабки на молитву и лягушачья икра. И вот они начинают искать и попадали на меня. Я думаю, что вам повезет больше. К вам будут обращаться не с такими ужасными ситуациями. Вот. И поэтому я рисковала. Были уже язвенные процессы. Были процессы после химиотерапии. Очень такие деструктивные. И я заживлял это все. Ладан еще очень хорошо. Ладан. Не бойтесь Ладана. Не бойтесь Ладана. Не бойтесь. Псориаз, друзья мои, системное заболевание. Надо смотреть. Перерывы в помазаниях. Да, хороший вопрос. В помазаниях нужен ли смесях? Если кто-то из вас смотрел мои книжки, вы видели, что там всегда несколько смесей. Это по разным причинам. С одной стороны, я должна подсечь патологию без понимания того, что там человек, индивидуальная какая его картина. Поэтому я смесями разными подсекаю процесс с разных сторон. Если в нем присоединена такая инфекция, или такая инфекция, если у него такая природа, или вот такая природа. А вообще еще я подозреваю то, что в книжке на острый процесс составлен, что процесс развивается быстро, меняет, соответственно, состояние, и мы должны чередовать. Я вообще рекомендую чередовать бутылочками. То есть мы, допустим, готовим смесь 50-мл пузырьки. Вот 50 мл закончилось, то есть либо вы в остром состоянии чередуете от процедуры к процедуре, то есть утром первую, в обед вторую, в днем третью, потом четвертую, и опять по кругу вот так чередуете. Это если очень острый процесс. Если он не такой острый, то вы можете чередовать бутылками. Вот бутылку вымазали, это где-то дней 5-7. И другую бутылочку готовьте. Другую концентрацию, другую смесь. Ну что, у нас масел полно, можно конфигурировать. Можно ли помочь при неспецифическом язвом околите? Да. Витилиго, да. Лимфоденит. Кровь нужно почистить. Слушайте, друзья, мы не надо его мучить, надо заниматься лимфоденитом. Я думаю, что надо просто разобрать этот случай и решить его. Мучить не надо. Можно слезть с метатриксата. Мужчина 52. Да, молодой. Можно снять с метатриксата, только постепенно и на ароматерапии. Сначала подвести ароматерапию, увидеть, как отзывается организм, какова тенденция, какова динамика, и дальше принимать решение о снижении дозы метатриксата или вообще снять его. Витамин, употребляясь, стройная кожа не сухая. Это про герпеса. Герпес. Но герпес, друзья мои, антивирусные масла. Смотрите, таблицы. У герпеса есть много разных причин. Герань, чайное дерево. Так, если. Так, на вскидку. А, растяжки. Растяжки, друзья мои, надо разбирать. Случай, если в 13 лет у мальчика. Надо смотреть, что там с гипофизарной функцией. Так, извиняюсь, страшно внутрь. Кто там чего. Волшебные. Так, волшебная рада. Разряженный воздух при морозах. Сильных слов нужно дышать на улице. Значит, друзья мои, это действительно проблема на севере. Значит, как минимум, вы можете промазывать нос просто базовым маслом. Просто базовым маслом. И знаете что? Вам в смеси, если будете готовить терапевтические смеси, ну, жидкие, там, для промазывания или бальзам готовить, вам надо добавить масло мяты. Немножко. Масло мяты раздражает холодовые рецепторы и тем самым делает их гораздо более, ну, то есть повышает порог чувствительности. И у вас не будет так сильно раздражать. Вообще нос промазывать надо, да. Нос промазывать надо. Ну, про геморрой, друзья мои, геморрой. Ну, вот промазывайте животик, начните хоть что-то делать, освободите брюшную полость, помогите крови циркулировать. И возможно, что при... Да, еще к остопату бы сходить, хвостик разгрузить. Так, придите к остопату, скажите, слушайте, мне тут сказали, я ничего не понял, хвостик разгрузить. Остопат поймет. А, дальше мы вспомним. Растание ногтей. Растание ногтей на ногах можно, но надо случай посмотреть. Только фракционированный кокос проникает так хорошо в капиллярную сетку? Нет, не только. Просто фракционированный кокос одно из немногих масел, которое так глубоко проникает. Еще масло рисовых отрубей, масло зародышей пшеницы, или ростков пшеницы, имеет такую пенетрацию. Кто там еще? Забыла. Мне бы студенты подсказали. Спросите у моих студентов, они лучше меня знают. Да, все. Так, сейчас еще посмотрю, проявились ли новые. 56 лет воскулит. Работать надо, да? Обязательно попробуйте начать вот с тех смесей, которые я уже сказала. Ирина Гемодеева. Эх, не рассказала я про личный опыт с Ладаном на лекции по беременным. Я его тоже очень люблю. Ирина, у вас будет шанс на школе конференции, мы погудим про Ладан. Мало того, мы понюхаем. Про миоме. Можно ли чем-то пользоваться? Не просто можно, нужно. У вас все варианты есть. Хотите без матки остаться? Короче, миома, надо кровообращением в брюшной полости заниматься. Ну, хорошо. Катюша, мы ждем кино. Я удаляюсь. Будете кино. И делаю тебя главной. Сейчас, нет, мне надо сначала себя убрать главной. Вот. А я тебя делаю главной. Ку-ку. Сейчас, сейчас, подожди. Я что-нибудь тут найду сначала. Спасибо за вопросы, друзья мои. Очень хорошо. Поле в мышцах, кстати говоря, тоже. Попробуйте те смеси, которые я диктовала, на сосудистые проблемы. У вас точно снимется? Стриптококк в городе. Друзья мои, слушайте, пишите все это куда-нибудь. Стриптококки принимают в террористовом обществе какое-то... Знаете что? По поводу стриптококков в городе. Значит, ангина у вас там. Тимьян отлично употреблять в капли для закапывания в нос. Для орошения слизистых носоглотки. Ну и миндалин, соответственно. Значит, какой хемотип используются? Слушайте, не заморачивайтесь. В Ивасане это линолоольный хемотип, французский. Какой у Дотеры, я, честно говоря, не знаю. Вообще сетевые компании обычно самые мягкие хемотипы используют. Как-то странно, так я все равно продолжаю быть главной. Да? Да. Тебя же не видно? А, вот тебе теперь видно. А что-нибудь видно? Экран не виден? Нет, уже видно твой экран. У тебя там про это самое... Темнопольную микроскопию сначала. А про кино ты будешь показывать? А про стоп? Нет, Кать, мы-то хотели вообще-то про массаж стоп. А ты нам про... Про форменный элемент крови. Это про массаж стоп. А нет, просили, как его делать. Как делать вообще? Ну, приезжайте на школу, мы вообще можем сделать мастер-класс по массажу, но... Да, приезжайте на школу конференции, мы вас помажем. Давайте, кто-то спрашивает. Мы вас просто лично помажем, покажем, как делать. Вы видите кино? Да, да, показывай. Хорошо. А, пардон. Он мне сначала начался. Или... В общем, речь шла о том... Это старый фильм 2009 года. Про то, как у человека, не очень здорового, взяли кровь. И она была довольно сильно... Сильная агрегация эритроцитов в виде монетных столбиков, потому что он, видимо, не отличался особым здоровьем. А потом ему нанесли на стопы одну каплю смеси, состав которой я говорила. Там ель, сосна, голубая ромашка и голубой пижма. И уже через 30 секунд, если они не врут, взяли кровь еще раз. У меня лично в голове не укладывается, как через 30 секунд это может произойти. И все эритроцитики разлепились и стали живы-здоровы. Я вам могу сказать, что я читала сборники Саковой. Там есть статья про нанесение масла гвоздики. И там описывается, что тоже брали кровь. И вот агрегация была там, не знаю, 7-9 в столбике. А после того, как гвоздику нанесли, стало, допустим, 3-4. Я сама видела опыта, когда брали кровь и мазали лимоном или апельсином. И тоже происходил эффект. В общем, самое главное, что делают масла, это приносит кислород. Происходит оксигенация крови. А поскольку у нас сосуды есть и в мозгах, и в голове, и в сетчатке, и в печени, и в почке, и так далее, вот, мажьте маслами и будет вам счастье. Вот, я ухожу. Саш, ты можешь обратно вылезти. Я еще должна что-то сделать, Ань? Убрать себя. Убрать себя с этого самого. А что мне нужно сделать? Вы скажи, опять? Все, наверное, пока с экрана. Убрать свой. Вот, я себя сделала главной. Ну, я не знаю, чего-то меня тут не видно. Я просто хочу, пока писать буду, будет долго. Тут по поводу, вроде, 15 минут на попадание кровеносной русла в веществ кожи. Вы знаете, на самом деле, главный принцип. Действительно, 30 секунд как-то слишком мало, действительно, что-то непонятно. Но я вам хочу сказать, что... Перед 30 минут точно работает. Да, то, что вообще эритроциты становятся гораздо более состоятельными, а тромбоциты, у них мембраны тоже становятся гораздо более прекрасными, чудесными, счастливыми, и они перестают слепаться, это факт. Это факт. На ароматерапии вы точно это получите. То есть вопрос в том, насколько долговременный будет эффект, но то, что вот мембраны становятся гораздо прекраснее, и это просто неоспоримое. Да, неоспоримое доказано. Значит, тут был вопрос, можно ли помочь, помочь кормящей женщине, у которой обнаружены камни в желчном пузыре, большие рекомендовано удаление желчного. Обезболивающее или лечение какое возможно? Вообще, когда они очень крупные, в принципе, они создают некоторое напряжение, но они, как правило, не сильно болят. Я вполне рекомендовала удаление пока. Значит, нужно, конечно, посмотреть, но лучше, конечно, написать. Напишите мне, и я вам сделаю. Но как профилактика образования камней в желчном пузыре, конечно, прием цитрусов внутрь. Это вот то, что я говорила. Грейпфрут, лимон, апельсин, апельсин с фенхелем, и очень хорошо мазать животик смесью тот же самый апельсин, фенхель, лаванда, мята, апельсин, мята, лаванда, розмарин еще можно добавить. Вот, животик промазывать, и будет хорошо. Вообще, времени уже полно. Нам надо заканчивать. Все, завязываем. А для обеиха в понедельник у нас интересный лектор. Да, у нас в понедельник... Да, друзья мои, значит, следите за новостями. У нас в понедельник будет применение аромотерапевтического метода в неврологии. Причем от человека, который это будет рассказывать не от литературных источников и не от чужого опыта или опыта своих пациентов, а от себя лично. И это особенно интересно, как это все сработало. Ну, хорошо. Я благодарю вас за ответы, за вопросы. За ответы тоже я вас благодарю, которые были продиктованы вашими вопросами. Да, я благодарю Катерину за такой интересный материал. И желаю вам приятных выходных. Отдыхайте, набирайте сил. Обязательно начинайте нюхать, если у вас есть что понюхать. Перед сном не забудьте капнуть себе в изголовье капельку масла апельсина. Завтра, конечно же, попробуйте рассосать ладан. Сначала он вам покажется очень горьким. Но буквально потерпите. И вспомните мои слова, что потом он вам покажется очень сладким и даже желанным. Чтобы еще прекрасно вам такого порекомендовать, да просто нюхайте и будьте счастливы. Еще друг друга мажьте. Да, обязательно надо помазать стопы. Но мы не показали, как. Ну, как? Друг другу надо мазать во всех частях тела. Короче, как-нибудь. Можно сидеть друг напротив друга и положить ноги на коленки своему партнеру. Соответственно, он положит руки. То есть при таком положении неправильно руки положить не получится. Если это лежа, то тоже, соответственно, руки лягут очень правильно. Просто начните это делать, и вы не сделаете неправильно. Значит, тут единственное, какой может быть момент. Что будет щекотно. Вот чтобы не было щекотно, вам надо просто взять руку. Ну, мало того, что вы намажете ее маслом. Надо, чтобы рука легла. Помните, как Ирина показывала рука, как утюжок. Помните? Она показывала, при этом ладонь становилась такая мягкая. Вот. Все. И вот полностью ладонь кладете на стопу. Не пальцами, не маленькой площадью, а целиком ладонью. И ведете по стопе медленно. Но при этом щекотки не будет. Вот. И не забудьте промазывать тыл стопы. То есть стопу, тыл стопы и пальчики. Каждый пальчик массируйте раза 3-4 от кончика к основанию. И ладошки. Вот и все. Ну, ладошки это уже как вообще. Ну, хотя бы, ну, вообще стопы это просто крутое, конечно, воздействие. Если вы еще не начали мазать своих детей, приступайте. У вас два дня практикума. До встречи в понедельник. Вот. Все вам доброго, ароматного и чудесного. Спасибо. 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 Спасибо.